Все просто, это интегрированные системы безопасности, это классика. Мы являемся разработчиками, производителями полного цикла всех этих систем безопасности, ну и интегрируем их в свои комплексы. Наша задача, на самом деле, глобальная задача, предоставить заказчику, а именно оператору, то есть службе эксплуатации ваших объектов, некий такой универсальный инструмент, который был бы удобен каждому типу операторов систем безопасности, а их у нас много, есть операторы бюро пропусков, есть операторы систем видеонаблюдения, есть операторы на КПП, есть операторы ERP систем и так далее, и так далее. То есть много разных операторов, и они работают в соответствующей модели, инцидентной модели, какая-либо другая. Вот. Наша задача предоставить им некий такой универсальный инструмент, чтобы заказчик, имея такое комплексное решение у себя на объекте, в зависимости от задачи оператора, дал ему либо тот, либо другой интерфейс системы, соответствующий и самый удобный. Именно для этого здесь такая вот схема интеграции. Мы проработали горизонтальную интеграцию наших систем, наших платформ, работает она в две стороны, соответственно, все события от одной системы имеют возможность передачи информации в одну систему, ну и из другой системы в другую. На основе этих событий вы можете, соответственно, настроить реакции для своих операторов, преднастроить эти реакции, либо процесс эксплуатации их донастроить. Таким образом, вы снизите человеческий фактор до минимума и решите очень глобальную задачу, собственно, когда оператор у вас прекращает думать и выполняет только инструкции, которые ему дает система. Это, конечно, программа максимум. Вот. Тем не менее, это тоже не решение всей задачи, да, это 85 примерно по нашей оценке, это 85 процентов примерно вашей задачи. Есть еще и сторонние системы, которые часто не имеют отношения к системе безопасности как таковым. То есть есть система ERP, HR-системы, есть система СУТП, есть инженерные системы, много-много всяких разных других систем. Наши платформы имеют унифицированные интерфейсы для интеграции с системами такого типа, такого рода. Здесь, соответственно, задача систем безопасности, комплексной систем безопасности, она становится гораздо шире и является поставщиком и приемником событий. Павел, включите, пожалуйста, микрофон. У вас случайно отключился микрофон. Буквально пропадание было секунд на 10. Да, отлично. Спасибо. Как-то само отключается. И вот это решение уже комплексное, большое решение, выходящее за рамки комплекса систем безопасности, оно уже является инструментом глобальным для заказчика. И в рамках такого инструмента он может решить по нашей оценке 100% своих задач. Соответственно, да, есть еще одна мысль, но не мысль, а повторение мать заикания. Поэтому я лучше еще раз повторю и хочу сказать следующее. Внедряя системы производства компании АСС и компании TwinPro, обеспечивается взаимодействие подсистем между TwinPro, программно-аппаратный комплекс Bastian и программно-аппаратный комплекс Securus на программном уровне. Соответственно, предоставляется интерфейс оператору в зависимости от той роли, которую он выполняет в своих служебных обязанностях. Таким образом, по тем объектам, где уже были внедрены наши решения, рядом стоящие, оператор смотрит либо в интерфейс Securus, либо в интерфейс Bastian, либо одновременно туда и туда. Такие примеры мы приведем чуть позже. Как это реализовывается, как взаимодействуют системы на уровне одной платформы, обмен информационными сообщениями, к чему это приводит, экономические эффекты, которые получает заказчик, мы об этом обозначим чуть позже. Поэтому, исходя из того опыта, который у нас на текущий момент уже сложился, мы сделали соответствующую градацию, которая позволяет сказать, что внедрение решает 99,9% задач. Вот на тему 0,1% можно как бы подискутировать, пообсуждать. Если есть какие-то кейсы, мы можем в режиме Live проработать техническое решение. Либо потом в отдельном чате, у нас в чате присутствуют коллеги, которые могут в режиме Live отвечать на вопросы, как по системе Video, так и по системе, ну вернее, как по системе Securus, так и по системе Bastian. Коллеги там на оперативном подхвате, ну и, соответственно, Андрей указал, что также будет зачитывать вопросы, и мы на них с радостью ответим. Еще одна поправка, что хотелось бы отметить. Если будет возникать какой-то вопрос в режиме Live, вы его также задавайте, потому что диалог всегда гораздо интереснее, чем когда видишь публику, когда кто-то руки поднимает, это гораздо интереснее, чем просто смотреть в экран и не видеть даже с той стороны, кто принимает участие, не видеть заинтересованность глаз, или там же все уснули. Поэтому мы продолжаем, и, соответственно, следующим этапом мы хотим проговорить про некоторые процессы автоматизации в рамках комплексной системы безопасности на КПП. Есть ряд решений, которые позволяют автоматизировать действия оператора, снизить его воздействие на систему, позволит наше внедрение таких систем наших, контролировать его действия, логировать эти действия в систему, кто отвернул камеру, кто выключил камеру, то есть все логи записываются, повысить персональную ответственность каждого оператора, который участвует и взаимодействует с системой, то есть если будут вещи такие, как система досмотра днища или система вообще контроля какого-то, человек, грубо говоря, делает свою некую цифровую подпись на том, что он досмотрел груз, и на нем уже лежит персоответственность в случае разбора полетов и разруливания этого инцидента. Я сейчас передаю назад слово Павлу, и он пройдет дальше по... Уже непосредственно по секции номер один. До этого все это была преамбула. Теперь мы приступаем непосредственно к решениям. Но автоматизация КПП, автоматизация проходных, автоматизация авто КПП, точек доступа, это классический СКУ, да, естественно. Ну, бывают сложные точки прохода, безусловно. Один СКУ может решать эти вопросы, другой не может эти вопросы решать. То есть наш СКУ может решать любые вопросы на правах рекламы, да. Но так или иначе, это классический СКУ. Современные системы контроля и управления доступом, они в основном работают по многофакторным алгоритмам прохода. И фактором, вторым, третьим, четвертым фактором, дополнительным фактором прохода для человека, автомобиля или кого-то может служить в основном система биометрии, либо система распознавания автомобильных номеров. Персонификации. Аналитик персонификации, да. Ну, контактные системы у нас отходят на второй план, в посткоронавирусной эпохе, скажем так, да, подпечатки пальцев и так далее. Поэтому сейчас в тренде это распознавание лиц, распознавание номеров, распознавание номеров и лиц, и подобные подобные вещи. Температурные контроли, распознавание масок на лице. И, соответственно, все эти задачи выполняет система видеонаблюдения и видеоаналитики. Соответственно, получая вот в нашей модели интеграции, мы получаем полное, мы это продемонстрируем безусловно, мы получаем полную информацию о системе видеоаналитики и можем не просто получать это в виде мета-данных, мы можем использовать это как второй, третий, четвертый, неважно, как дополнительный фактор для системы контроля управления доступом. Также интеграция сделана в обе стороны, и, безусловно, вам как клиенту, как пользователю системы такой, вам не нужно использовать много разных интерфейсов для бюро пропусков, чтобы заводить фотографии на людей, либо номера автомобилей в разных системах параллельно. Вы это делаете все из одного окна, а дальше система все делает за вас. Да, номера и все эти данные, они прокидываются в системе, куда нужно. Вам не нужно заморачиваться, более того, вы просто ставите человеку уровень доступа, а система знает, что эта точка работает с двухфакторной, трехфакторной идентификацией. Кроме биометрии, да, биометрии номеров и всего остального, есть еще и дополнительные вещи, которые, ну, понятно, что тренд сегодня, что это тепловизоры, это контроль температуры, это алкотестеры, это различные рамки металлодетекторов, это досмотровые системы, которые также интегрируются в систему контроля управления доступом, но для таких вещей обязательно нужна видеоверификация и привязка непосредственно изображения с камерой в момент тревожного события, автоматическая привязка изображения с нужной камеры к этому событию. Вот, наша интеграция это также позволяет сделать без всяких проблем. Более того, есть еще, да, есть еще у таких специализированных систем, как тепловизионный контроль, либо досмотровые системы, у них есть свой интерфейс. И операторы, работающие на этих системах, да, которые сидят там в аэропорту, вы видели много раз, досматривают, занимаются досмотром, операторы работают в своем интерфейсе. Так вот, мы благодаря нашей интеграции с этими системами тоже готовы предоставлять им в рамках наших систем эти интерфейсы, показывать им в нужном окне с дополнительной раскладкой от систем видеонаблюдения, показывать им, например, досмотровую зону. Транслировать интерфейс от локальной системы в мониторинговый центр, если это там сторонняя какая-то система. Например, все мы в аэропортах видели огромные интроскопы, у которых пристегнут оператор, и вот то, что видит оператор, видит только оператор. Все остальные, как бы, ну и не представляют, что происходит. Но есть еще центральный пост управления охраной, который также должен видеть, а что же там происходит, и только камера сверху что-то им демонстрирует. Наш функционал и открытость к интеграции со сторонними системами позволяет забирать как события от этого же, например, интроскопа, так и интерфейс самого оператора, который будет выведен в верхний уровень, верхнеуровневый мониторинговый центр, где оператор верхнего уровня сможет дополнительно контролировать работу того оператора, который находится в локальной точке. Та же самая история и с каждым отдельным КПП. Есть операторы, которые находятся на отдельном локальном КПП. На больших крупных объектах мы знаем, что там от двух и более КПП, которые могут быть как автомобильные, так и смиксированные автомобильные, пешеходные, железнодорожные и так далее. Соответственно, все интерфейсы, которые выделены на локальные, можно как бы также собирать и выводить в пункте центрального мониторинга. Об этом мы тоже расскажем чуть ниже. Сейчас мы говорим про обеспечение безопасности на локальном КПП. Что важно при работе с тепловизионными системами, что мы увидели на текущий момент, внедряя такие решения. Все также видели, как производители систем видеонаблюдения, то есть камер, производители камер тепловизоров по рынку сейчас обильно бегают со своими решениями по температурному контролю. Но, как показывает практика, данное решение эффективно, да не полностью. То есть, я думаю, все представляют. Если есть возможность, в чате поставьте плюсик те, кто уже применял технологию на своем объекте температурного контроля. И мы, соответственно, как бы... Плюсики начались, да. Плюсики начались. Да, отлично. Так вот, все коллеги, которые так или иначе сталкивались системами, обратили внимание на то, что тепловизор фиксирует превышение температуры какое-то определенное и, соответственно, как бы в страху состояния отправляет некое событие о превышении. И дальше оператор в ручном режиме, если он успевает отработать эти, так называемые, события, это хорошо. А если событий много, и КПП, например, много, то он не успевает их обработать. Кроме того, встречаются ложные события, и они в ручном режиме должны отрабатываться. Кроме того, сам тепловизор не способен определять и распознавать лицо. Здесь уже применяется технология распознавания лиц. И фишка-то сама состоит в том, что инцидентная модель управления позволяет получить событие на конкретном физическом лице, которое зафиксировало превышение температуры. Заблокировать его в системе контроля доступа. И создать инцидент, по которому оператор должен будет его отработать с определенным конкретным результатом, и этот результат уйдет в архив для дальнейшего разбора полетов, выдать отчет и так далее. Вот применяя технологию, которую я сказал, непосредственно, допустим, с Securus, есть специализированные формы, которые видны непосредственно вот внизу. Вот определение температуры произошло. Здесь, соответственно, в модели произошло распознавание, кто это. И внизу вот здесь вот указывается температура. Я чуть позже могу вывести изображение. Прямо в презентации не видно, говорят. Коллеги, не видно презентации? Видно, видно презентацию. Да, вот и вам аудитория подтверждает. Поэтому, Александр Борисов, и, видимо, вы с мобильного телефона, вы, пожалуйста, там просто переключитесь на соответствующий канал. То есть, видимо, у вас сейчас докладчики крупные, а вы выберете презентацию, и все будет хорошо. Спасибо. Да, отлично. Соответственно, как бы инцидентная модель позволяет оперативно оператору отработать все инциденты и не упустить ни один. То есть, ничто не скроется за горизонтом. И как в режиме реального времени, да, сразу же вывести необходимые там камеры и подтверждение события, так и в постанализе. Это очень важно, потому что, ну, как показывает практика, там 50 на 50. 50% инцидентов в режиме лайф, а 50% потом разбираются, когда уже что-то произошло. Это тоже важно понять, где же все-таки там что-то сбойнуло, да, или что-то произошло, и где нужно усилить технические средства, например, или еще что-то. Поэтому это очень важно в обоих режимах. И еще хотелось бы добавить, что мы сейчас говорим про автоматизацию СКУД, и важна многофакторная аутентификация. Это то, о чем Павел Николаевич сказал чуть раньше. Суть состоит в следующем. Проход осуществляется по своей карте, то есть с применением карта плюс лицо, да. Также можно контролировать наличие маски, также можно контролировать наличие температуры. По любым отклонениям создается инцидент, и про инциденты я уже рассказал. То есть, если по одному из факторов что-то пошло не так, система блокируется, создается инцидент, и человека, уже как бы оператора отводят в сторону для ручного разбора полета. Да, да. Ну, давайте двинемся дальше. Здесь, на самом деле, можно много разговаривать про и накидывать различные. Предлагаю вам накидывать все-таки еще какие-то. С чем вы встречались, да, там, x-ray, досмотровки, металлодетекторы. Все, что хотите, накидывайте в чат, ребята ответят, постараются максимально оперативно это сделать. Ну, раз уж мы разговаривали про демонстрации, позволим себе в первой части рассказать, ну, показать, вернее, некоторый такой кейс, о котором мы не говорили даже в рамках структурной схемы. Есть такой тренд, это автоматизация бюро пропусков непосредственно с использованием терминалов для самостоятельной регистрации посетителей. Это сейчас часто используется, ну, экономический эффект от этого весьма-весьма большой. Ну, и это имиджевый эффект достаточно серьезный. И такие решения позволяют и удаленно формировать заявки, и быстро получать пропуска на входе. И увеличивать скорость прохода непосредственно на КПП, потому что одна бабушка может не справляться. И что важно в нынешние времена, минимизировать контакт человека с тем же бюро пропусков. Вот на одном из объектов у нас реализован кейс. Мы сейчас вам покажем, нам разрешили снимать только пилот, когда мы там это все тестировали. Ну, я думаю, следующие люди, они поймут. Давай про идеологию расскажем, как все происходит. Да, смотрите, это медицинское учреждение, в котором необходимо, ну, есть необходимость формировать заявку на пропуск удаленно с помощью собственного портала, ну, собственного сайта, там, этого медицинского учреждения. В данном случае это через госуслуги, через ЕСИА и так далее. Вот, эта заявка формируется пользователем, понимаете, что медицинское учреждение, оно платное, такое, в него может пройти каждый. Предварительно записавшийся, заплатившийся, записавшийся, да. Но сделать это можно из дома и назначить себе время. Далее он приходит на объект, ну, приходит в медицинское учреждение, ему необходимо получить пропуск. Здесь важно, чтобы по чужому медицинскому полюсу, да, условно, либо по чужой записи не пришел кто-то другой. Здесь мы этот вопрос решаем с помощью как раз двухфакторной идентификации, причем как на киоске самостоятельной регистрации, так и на точке прохода. Ну и, соответственно, дальше этот человек проходит на территорию, идет непосредственно в свой кабинет. У нас там была проработана изначально дальнейшее развитие этой системы. Еще есть система позиционирования и информирования человека, куда ему непосредственно нужно идти, в какой кабинет, с помощью информационных табло и мониторов. Вот, и выходит этот человек уже по карте, там есть определенные особенности, то есть ему изначально выдается карта, он заходит по лицу, только по одному фактору, а выходит по карте. Ну, так заказчик бы хотел, как бы, на самом деле у нас к этому проблем, ну, с этим проблем нет, мы могли бы и двухфакторную идентификацию сделать на входе, вот, и обратно могли бы просто по лицу его пускать. А теперь про конкретный кейс, и Сергей, я думаю, сейчас прокомментирует видео, я надеюсь, что у всех будет хорошее качество, приемлемое качество, я запускаю. Это на ролике. Вот стойка саморегистрации, клиент, зарегистрировавшийся через госуслуги, прикладывает свой паспорт, происходит свечение фотографии паспорта с полученной в режиме live, вот камера непосредственно, черная точка. После сравнения человек подтверждает, там можно также подтвердить, что согласен с обработкой перс данных, после чего система проверяет, есть ли такой человек в базе, и выдает соответствующий пропуск, и прогружает в систему контроля управления доступа полученную фотографию в режиме live, который только что сделали, и, соответственно, права, куда ему необходимо идти, то есть маршрут до конкретного кабинета. И, как только что видно было на видеоролике, непосредственно коллега, подходивший к КПП, здесь реализована однофакторная аутентификация, именно проход по лицу. В обратную сторону человек выходит, погрузив в карту, в картоприемник. В случае, если требуется реализовать двухфакторную аутентификацию или туда же прикрутить тепловизионный контроль, это уже система как бы наращивается далее. Вот тот чемоданчик, который находится на столе, я его сейчас также продемонстрирую, у нас также здесь в офисе присутствует, это мобильный кейс, который их два, которые присутствуют в компании DreamPro и в компании SS. Этот мобильный кейс позволяет подключиться к любому турникету и непосредственно на живом объекте показать, как это работает система в режиме live. Поэтому, да, если потребуется воочию посмотреть и пощупать, мы такой чемоданчик можем привезти вместе с нашими специалистами и продемонстрировать непосредственно на вашем объекте. Продолжаем далее. Здесь мы расскажем про автоматизированную систему досмотра днища, что очень важно на текущий момент времени при автоматизации контрольно-пропускного пункта. Это предприятие с повышенной опасностью. Сергей, Сергей Павел, у меня к вам такой вопрос посоветоваться. Там вот несколько есть интересных, мне кажется, вопросов к тому, что вы уже сказали. Когда лучше к ответам обратиться? То есть можно потратить несколько минут на то, чтобы прокомментировать вопросы по тексте? Когда диалог идет? Поэтому мы сразу об этом и сказали. Отлично. Тогда, может быть, прежде чем перейти к днищу, да, вот вы сейчас говорили про несколько факторов, про распознавание лиц, и есть связанные с этим вопросы. Давайте я их отмечу для скорости, да, а вы их, соответственно, ответьте на них. Так, вот, значит, несколько есть вопросов, в том числе от Владимира Орлова. Какими программными и техническими средствами обеспечивается функционирование системы управления ЭЦП, в том числе для пользователей, не обладающих выделенным автоматизированным местом? Это я ответил, ответил на вопрос. А, извините, да, это был у нас Дмитрий Эс про ЦП, да, пожалуйста. Да, вот здесь я вижу, что есть ответ, но, тем не менее, вот всегда, когда заходит речь о биометрии, стоит вопрос защиты, да, либо обезличивания, либо где хранится, либо каким образом обеспечивается информационная безопасность, да. Да, я готов пояснить по этому вопросу. Вот, смотрите, есть лицо, да, это биометрический признак, привязка лица к непосредственно, там, фамилии, имя, отчество, это уже называется персданное. Этот мой вопрос, это 152-й ФЗФ, все его прекрасно знают. Наизусть. Наизусть, да, по-моему. Вот, смотрите, там есть требования, естественно, есть требования к информационной безопасности, у нас есть ряд компаний, которые с нами сотрудничают и предоставляют, услуги в рамках информационной безопасности, защиты информации, аппаратные, там, программные средства, шифрование и так далее. Ну, как бы это все связано с каналами. В части Бастиона 2, в части людей, которые работают, там, на бюро пропусков, например, да, они являются операторами персональных данных. Есть требования логировать каждое действие оператора, связанные с персданными. То есть, посмотрели на персданные, скопировали, изменили номер персданных, там, или еще что-то, номер паспорта изменили, фамилию поменяли, одну буковку и так далее. И есть требования отдельного логирования действия операторов с персданными. У нас есть специализированный модуль, для этого называется он, программный модуль, называется модуль Бастиона Аудит, который как раз-таки реализует эту функцию. Ну, и, безусловно, как основной такой, основной административный такой инструмент, это печать соглашения о персданных и при выдаче пропуска его выдавать. Да, мы умеем автоматически из Бастиона печатать по преднастроенным шаблонам, вытаскивая из базы данных всю информацию, умеем передавать это все, ну, печатать автоматически эти соглашения. Все остальное это касается защиты информации. В части взаимодействия с системой видеонаблюдения и как раз прокидывания туда информации, мы не работаем там с персданными. Мы в этой части присваиваем специальные унифицированные коды, конкретные фотографии, условно, да, идентификаторы, универсальные идентификаторы и обмениваемся только идентификаторами. Там персональные данные не гуляют, более того, в системе секьюрес они и не хранятся. Они есть только у нас, но у нас они должны, безусловно, потому что у нас есть карточка клиента и так далее. Вот, то есть там все есть. Вот, поэтому у нас реализован именно такой... Я надеюсь, я соблюдаю лейтмотив этого вопроса, да, если это персданные. Ну, там Владимир помог и ответил по поводу цифровых подписей, да, по первому вопросу. Есть там различные инструменты, есть, в частности, интеграция и с ЛДАПом, и актив-директория, которая внедрена на предприятии. Вот. А вот там, видите, уточняющий вопрос Дмитрия Стефанкова, как я понимаю, да, это проводится ли аттестация на объектах установки и что сертификация вашего СПО? Вот. Тоже в контексте ПДН, что все равно надо, да, биометрических. Смотрите, вот с точки зрения на конечном объекте, непосредственно у заказчика, сертификацией и аттестацией занимается сам заказчик, то есть мы не обладаем соответствующими компетенциями и лицензиями для проведения таких работ. Для таких задач есть такие компании, как по информационной безопасности занимающиеся, не будем там заниматься рекламой, вдруг не поймут. И, соответственно, есть регламентирующие разъяснения в стэк. Так вот, недавно у нас на одном из объектов как раз был очень тяжелый разговор по перс-данным. Первая история. Все хранится в защищенных базах, передается по защищенным каналам. Каналы все зашифрованные. Для перехвата событий по этим каналам сначала нужно в локальную сеть попасть, а для того, чтобы попасть в локальную сеть, которая должна быть, по сути дела, выделенной на каждом объекте, где необходимо обеспечивать безопасность, это задача непосредственного заказчика. То есть мы не занимаемся защитой транспорта, так сказать. Есть другие технологии, технологии шифрования и прочее, прочее. Вот эту часть, это скорее не к нам. То, что часто задают вопрос, а как в системе Securex хранятся биометрические данные. Биометрические данные с точки зрения количественного расстояния между глазами, зрачками и т.д. и т.п. Они хранятся с привязкой к идентификатору. Не к персоне. Не к персоне. То есть понять, кто это и что это невозможно. Можно только понять в случае, если произвести взломочную систему Бастион и там по идентификаторам выявить, о чем речь. У коллег из компании TwinPro есть соответствующая таблица по поводу, как обеспечивается защита тех самых перс данных. Мы не можем, соответственно, поделиться. Если кому-то интересно будет, напишите в чат свои e-mail, и наши коллеги вам ответят после окончания данного мероприятия. Да, спасибо. Спасибо. Я думаю, что это будет очень полезно, потому что, ну, вот вы видите, да, все активизировались на обсуждении вот этих вопросов безопасности, как хранится, как передается, как шифруется, что с паспортными данными, что вот с моделью лица в какой-то схематике и так далее. Я думаю, да, это полезно. Дайте знать, пожалуйста, уважаемые участники. А что касается наших партнеров, я думаю, что если там либо в презентацию, либо в рассылку по итогам вы включите какой-то адрес, ссылку, по которой могли обратиться бы люди, да, кого это интересует, будет очень хорошо. Сергей, Павел, я предлагаю двигаться дальше. Мы самые оперативные вопросы сняли, да? Здесь, кстати, вот у нас была такая, я прям чуть-чуть один еще комментарий. Здесь у нас была такая идея закинуть правильные вопросы заказчику. Я закину правильный вопрос заказчику. Очень часто предлагают терминалы распознавания лиц. Как видите, здесь мы в наших решениях предлагаем использовать для этого видеосистему. Видеосервер, который в 100-е находится. Да, так вот вопрос к терминалам. Обязательно задавайте вопрос производителям, потому что терминалы, все, которые занимаются распознаванием лиц, они хранят базу на борту. А в части даже 152-го УФЗ написано и указано, что если вдруг устройство можно снять, это информационная безопасность, та же самая, если устройство можно снять и унести куда-то, потом его вскрыв, да, и получив все перс-данные оттуда, вот здесь как раз риск достаточно велик, используя терминалов. Система видеонаблюдения, естественно, камера занимается только видеонаблюдением, а распознаванием занимаются сервера, и передачей данных тоже занимаются уже сервера, они стоят в защищенном месте в ЦОДе, в серверной и так далее. Это небольшой комментарий, пользуйтесь этим вопросом обязательно, когда вам предлагают решение на базе. А еще также, когда решение предлагается на базе терминалов, предлагаю задавать вопрос, а как администрируется данный терминал, потому что с системами контроля управления доступа иногда возникает вопрос обмена темными самыми данными. Внесение, удаление, человека уволили, как там почистить нужно, все перелезать, выливать, не все, какие интерфейсы для этого использовать, потому что часто просто этот терминал ставят на турникет, вообще без скуда, он просто щелкает релюшку на борту, поэтому все данные находятся внизу. Еще не буду говорить объект, там приехали навстречу, нам показывают технологию, вот смотрите, как прикольно работает, но соответственно, и там еще внизу, если по гостевому пробку написано «Здравствуйте, гость», а если там человек приходит, там написано «Николай Степанович, добрый день». Так вот, Николай Степанович, фотография, это уже мы понимаем, что 152-й ФЗ плачет. Поэтому едем дальше, сейчас проговорим небольшую автоматизацию по досмотру транспортного средства и удаленному досмотру транспортного средства силами операторов и силами удаленных операторов. Да, да, хорошо, я только один момент, Сергей, обратите внимание, вот ваш коллега Корольков опубликовал ссылку на виртуальную переговорку, да, я поясню, уважаемые участники, для чего это нужно. Вот чтобы мы здесь, в нашем основном, таком виртуальном конференц-зале, двигались в хорошем темпе, вы, если у вас есть вопросы, например, по коммерческому сотрудничеству или по скидкам, как вот один из участников спрашивал, так вы можете переключиться в эту самую виртуальную переговорку и там представители, собственно, обеих компаний, наших партнеров находятся, и вы можете и голосом, и в чате, собственно, поговорить более, ну, более обстоятельно или более приватно. Там, кстати, не ведется запись, а запись нашей конференции ведется для того, чтобы вы, уважаемые участники, могли потом получить ссылку на эту самую запись. Ну, вот это я хотел сказать. Переход очень просто путем нажатия на ссылку, которую опубликовал Николай Корольков. Все, можем двигаться дальше. Спасибо. Роман Капля, вам там немного пишут сообщения. У вас камера включена, и вы рядом с нами находитесь, и все на вас смотрят. Прошу прощения за комментарий. Вам привет. Двигаемся далее. По поводу автоматизации КПП в части системы досмотра днища. У нас есть такое решение. Это полностью нашего собственного производства, там, начиная от самой железки, как мы ее там из авиационного алюминия изготавливаем. И, соответственно, диоды мы, естественно, не делаем. Внутри стоит камера широкоугольная, которая без сжатия позволяет транслировать видео непосредственно в сервер. И на сервере происходит непосредственно обработка полученного видео. Более детально я вам сейчас расскажу, как это выглядит, подключившись в следующий слайд. В чем преимущество? Мы, например, на прошлой неделе были во Владивостоке, и были на одном из объектов довольно интересных, которые взаимодействуют с детьми. Детский лагерь, так сказать. И вот процесс досмотра транспортного средства силами оператора с зеркалом подвергает сомнению эффективности такой работы. То есть оператор-охранник с зеркалом проходит вокруг транспортного средства формально. То есть, по сути дела, я не знаю вообще, что он мог увидеть в этом зеркале, но я думаю, что это малоэффективно было. Я думаю, все, в принципе, видели, как это досмотрит. Досмотр происходит. Это более-менее формальная история. Наше предложение состоит в том, что мы не говорим, что это полностью штука, которая исключает оператора. Мы говорим, что эта система позволяет получить развернутое изображение, панорамное изображение всего днища транспортного средства, легкового, грузового транспортного средства. Привязать его к номеру транспортного средства при первичном проезде. Его досмотр произведен, и его можно занести как шаблон. При повторном проезде транспортное средство по номеру достает вот это эталонное изображение, шаблонное изображение, первое изображение, их можно назвать по-разному, и сравнивать с тем изображением, которое получено в результате проезда, который совершен только что. И оператору выводятся две картинки параллельно, на которых он может зуммироваться в определенную зону и выбирать непосредственно те участки, которые его интересуют, и посмотреть в чем отличие. Более того, он далее, уже приняв решение о проезде того или иного транспорта, он персонифицированно его пропускает на том же самом объекте, на котором мы были. Мало того, что досмотр производится там формально, более того, после этого еще нажимается кнопка брелка шлагбаума, естественно, кнопка брелка никому не привязана, нажали и нажали. Кто нажал, когда нажал. И спустя время не разберешь действительно, кто был в той смене, кто был дежурным и так далее. Еще могу сразу ответить на вопрос, я не знаю. Разница громкости? Мы будем орать погромче. Я уменьшил себе звук, пожалуйста, надо подтвердить, сейчас комфортней стало. Нас слышно нормально? Нас должно быть нормально слышно. Плюс-минус. Так вот, я часто еще получаю вопрос по поводу системы досмотра днища, следующий. Можно ли автоматизированно сравнивать эталонные днища с тем, которые получили в результате свежего проезда и автоматически выявлять при помощи, как модно говорить, нейросетевой аналитики, отклонения, коробочки и так далее. Ответ простой. Да, можно, если мы находимся в Арабских Эмиратах, где днище всегда от пескоструя на песком и всегда чистое. В условиях реального российского происхождения дорог, загрязнения днища, снег, обледенение и так далее, бывает, что в принципе ничего не видно. Некоторые заказчики, применяя данную технологию, это не видно и при помощи зеркала, то есть там используя зеркало, также не видно днище. Так вот, автоматически анализировать днище невозможно, потому что отклонения слишком высоки, там просто красным квадратиком все вводится и это неэффективно. Некоторые заказчики, которые внедряют данные технологии, они делают, ну, которым очень важно, делают туннельные мойки, которые там теплым паром сбивают на лютом севере где-нибудь весь лед, который есть, и после этого производится досмотр. В ручном режиме. По поводу, там, частый вопрос по поводу загрязнения самого сноуборда, как мы его называем, он довольно легко очищаемый, там, самый простой вариант тряпочка, самый правильный вариант, такой какой-нибудь керхер. Купольное стекло, которое, ну, натирают, следует тому антивлага какая-нибудь, оно купольного формата, поэтому при попадании капель оно автоматически очень быстро стекает. То есть приспособление типа как дворник, в нем нет необходимости. Пример работы системы досмотра днища. Это все вообще, да? О, поехало, подгрузилось. Вот как выглядит система досмотра днища, вот она ингрустирована в асфальт, оператор произвел досмотр оперативно, соответствующую кнопочку нажал, либо там отметился на считывателе. Вот интерфейс операторов, вот как это производится, считывание, система работает тоже очень интересным образом. Я, с вашего позволения, сделаю паузу и покажу принцип работы и чем, в принципе, отличается от альтернативных систем на рынке. Скорость проезда бывает очень разная на предприятии, непосредственно на КПП. Бывает под разным углом происходит заезд, поэтому происходит искажение. Бывает вообще проезд с разной скоростью, то есть он ехал медленно, потом ускорился, потом замедлился. И мы понимаем, что все фотоаппаратами панорамными снимали в 2000-х годах, происходит как бы зажевывание. В нашем случае это исключено тем, что в процессе проезда, вот если вы обратите внимание, мышку мою видно, да, вот здесь вот небольшая полосочка, ну, грубо говоря, там 2 сантиметра из всей панорамной камеры выбирается и просто делается скриншот некий, ну, или просто вот этот огрызочек складывается в отдельную базу и потом при завершении проезда транспортного средства нейросетевая аналитика склеивает данное изображение в одну целостную картину. Если происходит откатывание автомобиля, то, соответственно, происходит повторение картинки. И когда система начинает данный пазл собирать, она видит повторяющиеся элементы и исключает их. Таким образом происходит набор довольно правильного по внешнему виду изображения. Мы работаем над оптимизацией и улучшением качества склеиваемого оборудования, склеиваемого изображения. Есть ролики более свежие, которые позволяют, это вот, если обратите внимание, это февраль 2019 года. На текущий момент времени деформации вообще как таковой, в принципе, даже не наблюдают. Да, отдельно покажу потом на видеоролике, на видеостене. Ну вот, если обратить внимание, вот здесь вот краешки такие есть, они ребристые. Это как раз и есть результат той самой склейки. Ну, опять же, система распознавания номера. А, вот это изображение, мы его вставили. Вот изображение более качественное. Машина проехала вперед, машина проехала назад. И вот сейчас дополнительное изображение получается. И вот два изображения, качество изображения вы видите. Это как раз применение технологии в арабских эмиратах. И вот то, что я говорил, от пескоструйное днище. То есть, вообще, у нас таких машин, наверное, только в момент автосалона забирается. Ну, вот, в принципе, работает это следующим образом. То есть, можно вставлять в зоны шлюзования, можно вставлять просто перед въездом для того, чтобы фиксировать, что-то въезжало. Это в рамках решения задач по антитеррору. Опять же, когда оператор персонифицирует своей картой проезд, это все остается в истории. Логин, пароль оператора сохраняется в той же истории. Процесс проезда сохраняется в видеоархиве. Это все видно. По быстрым кликам можно перейти из системы в архивы, посмотреть, как это все происходило. При разборе полетов, например, как это часто. В Белоруссии было мероприятие у меня с военными, и вот один военный такой прям вскакивает и говорит, это же потрясающе, теперь понятно, кто сядет. Вот такая формулировка была удивительная. Разошла, да. Коллеги, мы хотим плавно погрузить в полигон, который находится в городе Санкт-Петербург, на котором расположены решения компании TwinPro на различных секциях. То есть там система охранного освещения, система защиты периметра, система контроля управления доступа. Установлены различные виды ограждения, как то сетчатые, как то бетонные ограждения, кованые, там же присутствует технология компании ASS Securos, вот он отображен справа. На данном полигоне развернут полнофункциональное мини-предприятие с защитой периметра, с различными техническими решениями. Системы между собой интегрированы. Мы вам покажем сегодня только часть определенных решений. Заинтриговав, в принципе, мы всех приглашаем туда, готовы показать взаимодействие, настроить сценарии взаимодействия систем, показать, как они взаимодействуют, поучаствовать в этом взаимодействии. Каждый заказчик, партнер может самостоятельно, в присутствии нас. Ну и, соответственно, мы более глубоко можем погрузить в инфраструктуру систем. Это то, чего мы сегодня не делаем, потому что, по сути дела, это две коробки лего, которые между собой совместимы различными кубиками, и можно строить различные замки, интересные решения и прочее. Мы плавно переключаемся на полигон. Ребята, вам слово. Встречайте на полигоне Илья, Виктор и Лев. Всем здравствуйте. Как меня слышно? Хорошо? Слышно хорошо, но пока не видно. Да, здравствуйте. Слышно хорошо. Уровень звука у вас тоже выше, чем у наших докладчиков, чем у Сергея Павла. Поэтому, кстати, Сергей Павел, у вас диаграмма микрофона расположена так, что когда вы ближе, где-то на 30 сантиметров к экрану, уровень звука резко увеличивается. Имейте это в виду. Илья, пожалуйста, мы вас видим и слышим. Итак, здравствуйте. Меня зовут Илья Ивсей. Сейчас мы находимся на полигоне на нашем городе Санкт-Петербург. Здесь мы тестируем наши системы интеграции со сторонними разработчиками. В этом блоке продемонстрируем работу, совместную работу с Куд Элсис и модуля распознавания Литспейс-Х на точке прохода, которая расположена за моей спиной. Реализована, собственно, двухфакторная аутентификация для того, чтобы свести к минимуму риски, связанные с несанкционированным проникновением. Реализована она на интеграции системы распознавания Литспейс-Х на базе сверточных нейронных сетей Secureus FaceX в Куд Элсис через аппаратно-программный комплекс «Бастион». Сейчас я попрошу коллегу включить демонстрацию экрана сервера. Лев. Хорошо. Есть, видим. Итак, и мы сейчас попробуем проработать стандартный сценарий прохода, как это работает в режиме двухфакторной аутентификации. Итак, отходим к точке прохода, прикладываем карту, система ждет подтверждения от модуля распознавания лиц, не открывая дверь, распознается лицо, тут открывая дверь. Предположим, ваша карта попала в руки к злоумышленнику. В роли злоумышленника выступит мой коллега Виктор. Виктор, прошу. Виктор. Подходит к считывателю, прикладывает карту, система ждет подтверждения, доступ не предоставляет. Собственно, в доступе отказываем. Допустим, злоумышленник, кроме вашей карточки, где-то раздобыл вашу фотографию. Подходит к точке прохода с вашей фотографии, припадает карту, система распознает лицо и выдает сообщение о возможности подмены и запрещает доступ. Вот так, собственно, в двух словах работает двухфакторная идентификация, помогает обезопасить дополнительно любые точки прохода. Ну и, собственно, в этой части демонстрация наша завершена. в следующей мы продемонстрируем совместную работу аналитики Бастион, аналитики Секюрос и аппаратно-программного комплекса Бастион. А сейчас спасибо за внимание. Спасибо, отлично. Илья. Сергей. Ага, мы тоже. Да, мы включаемся. Спасибо, Илья. Илья еще с нами там не прощается. У нас еще будут прямые включения и в втором блоке, и в третьем. Сейчас мы двинемся дальше по презентации. и тут и здесь я своего коллегу Льва, который тоже находится в городе Вот сейчас звук очень плохой. Либо вы можете там как-то поворачивать микрофон или приближаться к нему? А так нормально? Так получше, да. Я попрошу своего коллегу Льва некий интерактив внести нашу презентацию такой дополнительный, чтобы появился интерес. Лева, тебе слово. Коллеги, добрый день. Сейчас Москва включит нам следующий слайд. Мы немножко хотим так заполнить перед следующим этапом. У нас есть вопрос к аудитории такая разминка для мозга. Предлагаем вам решить задачку, которая сейчас на слайде и соответственно писать ответы в чате писать ответы в чате. Кто правильно первоответившись правильно получит призы от компании TwinPro и компании ESS. Вот. Если коротко, да. Я немножко подержу слайд для вас, чтобы все смогли прочитать его. Я думаю, всем видно. Задачка вроде бы такая. Ну, она интересная. пока можем... Вот Александр Рыжов уже посчитал. Есть другие варианты. Ага, вот. Рив сервис. Пинков. Ольга Иншакова из компании Grotec тоже решила поучаствовать. Андрей Пакшин. Так. А вот есть участник, который говорит, что мало данных, нельзя посчитать. Ну, да. Так, Сергей. На самом деле, ответ правильно уже был. Вот. Это Андрей Пакшин и Сергей как бы это правильное решение. 2 600, да? 2 600, да. Ребята, оставьте свои данные, мы обязательно с вами свяжемся и отправим наши фирменные призы полезные в жизни и в работе. Да, я немного прокомментирую еще тему, которую рассказывал Илья, демонстрацию. Ну, просто хочу обратить внимание всех. Павел, Павел, чуть-чуть попробуйте там как-то менять местоположение. Сергея, слышно лучше, чем вас. Не знаю, в чем причина, но действительно уровень звука сильно отличается. Давайте вот так вот, наверное, так будет лучше. Так, так, ага. Ну, чуть-чуть, немножко прокомментирую наше видео с полигона, нашу прямую трансляцию. Обратите, просто хочу обратить внимание, Сергей, ну и ребята в чате, если что, там детали ответят, если кому-то они интересны. Обратите внимание, на 2D распознавание лиц мы отличаем фотографию от реального лица. это важно. Это важно, просто часто люди, которые занимаются 3D распознаванием, приходят и говорят, что ничего, кроме 3D не может различить подмену. Просто обратите внимание, это мы умеем делать, технологии, нюансы можно рассказать, если кому-то будет интересно. Причем очень интересный факт, наверное, следует отметить следующий. Распознавание лиц у компании АСС в продукте Secure работает по алгоритму предзахвата. То есть на этапе входа в кадр лица большого количества лиц происходит их захват и автоматическое распознавание до того момента, пока человек не предъявит какой-то пропуск. И таким образом он хранится непосредственно в буфере. Это что, для понимания, это при реализации режима проходная, когда идет толпа народу, система видеонаблюдения еще до подхода к турникету, например, к турникету, она уже распознает лица и держит их в буфере, который регулируется по времени, это можно настроить, держит их в буфере и человек, прикладывая карту, система уже знает и выбирает его из определенного только круга лица. Она спрашивает, есть такое или нет такого. И это важно... В сравнении происходит непосредственно текст с текстом, айди с айди. Это важно для обеспечения необходимой скорости прохода. То есть, на самом деле, человек, подходя к проходной, во-первых, ему не надо позиционировать лицо, потому что, доходя до проходной, доходя до турникета, он так или иначе вертел своим лицом и попал в кадр, и его уже распознали. И важно, что система не выбирает целой кучи и не запрашивает у системы видеонаблюдения именно в данный момент времени «опойди-ка, распознай кого-то», не заставляет ее распознавать. Уже все сделано. То есть, человек идет как по обычной карте. На самом деле, оба признака уже сравниваются в нашем комплексе, и человек не замечает, что он идет, и у него лицо, оказывается, второй признак уже был. Это очень важно при реализации режимов проходной. Просто обратили внимание. У нас, я не знаю, как Андрей, с перерывом, без перерыва, либо мы какое-то время еще там, вопросы, не вопросы. Я думаю, что можно переходить ко второй секции. Перерыв, мне кажется, не нужен. мы вот сейчас немножко урунулись, задачу поразгадывали. Нормально, можно двигаться дальше. Отдохнули немножко, да. Переходим к секции 2. Это автоматизация и контроль за технологическими процессами, выявление штатных ситуаций. Но здесь, на самом деле, задач много. Это вот как раз вся история верхнего уровня, верхнего, даже не верхнего уровня, а стороннего уровня, я бы вот так назвал, над системами, или сбоку, от системы безопасности. И здесь, на самом деле, я бы хотел не погружаться в схемы, не говорить вам, где, что, какие-то алгоритмы. Я вам приведу просто, ну, я приведу один пример и Сергей тоже приведет один пример. Была такая задача не от службы безопасности какого-то предприятия, была задача по предотвращению хищения топлива на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Все очень просто. приезжал автомобиль, бойлер, приезжал для налива топлива, у него на платформе стояла там куча аккумуляторов или мешков с гвоздями, как там, короче, традиционные схемы. Он заезжал на территорию предприятия, ему получало какие-то документы на отгрузку, ехал на весовую, взвешивался как пустой, приезжал на наливную, до того, как он ехал от весовой до наливной, в промежутке этого времени он сбрасывал аккумуляторы со своей платформы, наливал себе там на 300-400 литров топлива больше, чем, как бы положено, приезжал на весовую и взвешивался, у него показано 300-400 меньше. Ну, это классическая схема, выезжала за территорию и дальше сливали бензин. Потери предприятий были колоссальные, реально очень серьезные, и нам служба, ну, там даже не служба, а коммерческий отдел предприятия поставила такую задачу. Внедрив систему распознавания номеров вместе с системой контроля доступа и системой отслеживания маршрутов по времени, сразу вот скажу, что через месяц после внедрения сделали срез и на 80% хищение топлива сократилось. Все очень просто, то есть приезжал бойлер, получал документы на въезде на территорию предприятия, далее ему назначалось произвольным образом в системе верхнего уровня, в системе АСУТП, назначалась произвольная весовая, он заезжал в СКУДе, естественно, ограничился доступ, заезд только на определенную весовую, чтобы не было фактов сговора, не подкрутили весы, скажем так, он проехал, взвесился, дальше каждый маршрут на территории предприятия отслеживался по времени. Был установлен регламент временной, что если более 15 минут он едет от весовой до наливной, а все-таки, чтобы скинуть аккумуляторы там либо мешки, нужно время, и нужен заезд куда-то в другую сторону, если он более 15 минут едет, у него блокируется просто следующая точка проезда, и дальше уже служба безопасности начинает разбираться, а почему он долго ехал до следующей точки. Или блокируется, или создается инцидент. Или создается инцидент, да. И, естественно, весь алгоритм прописан в системе контроля управления доступом, если нарушение маршрута произошло, то есть он от весовой поехал не на наливную, а в какую-то другую часть предприятия там, то, естественно, тоже создается инцидент, либо блокируется полностью, ему нужно обратно вернуться, либо уже в ручном режиме там работать. Соответственно, там произвольным образом задавались наливные, и далее в обратном порядке примерно то же самое. Все данные абсолютно вместе с временем въезда, фотографии, роликом проезда машины вместе с распознанным номером передавались в систему АСУТП, естественно, там был полный протокол заезда, погрузки и так далее. Если пост анализа инцидента был, то они поднимали быстро весь этот протокол по конкретной машине, и все сразу же становилось ясно. Сразу хочу пояснить, что такие реализации, они возможны только в плотном взаимодействии со службой заказчика, с четкой постановкой задачи от заказчика, но самое главное, что мы предоставляем инструменты для решения таких задач. Окупаемость системы, еще это экономический эффект у нас лейтмотивом должен идти через всю презентацию, окупаемость системы была полтора месяца. Все полностью внедрение, проектирование, монтажи и все остальное, полтора месяца, и система окупила себя. Но там сильно воровали бензин, поэтому как бы вот так. Я попытался на словах рассказать, дабы не Сергей, этот интерактив, воспроизвел в ручном режиме на доске, у нас еще и доска тут есть, поэтому Сергей сейчас переключится на свою камеру и покажет вам свой кейс с системами технологического контроля. Похожий кейс расскажет вам, как реализовали. Да, я сейчас выключу звук, и микрофон. Сейчас, здесь. Ну, наверное, сейчас у нас включена, Павел, ваша демонстрация экрана. Можно, наверное, да, ее и убрать. Так, коллеги, а меня, я появился в списочке, да, вот вверху. Можно на мой, вот, да, нажать вот какую-нибудь такую картинку со скрепкой, для того, чтобы перейти более на верхний уровень, чтобы меня сюда отображалось. Меня слышно? Видим и слышим, очень хорошо слышим. Так, отлично. Мы находимся в офисе компании АСС. Вот у нас вот так вот плюс-минус это все выглядит на текущий момент времени, как мы работаем. В режиме лайв на видеостене у нас отображены различные технические решения, там более детально пробегусь по ним. А хотя, вот, один интересный кейс, вот, Павел непосредственно рассказал про весовую и про то, как происходит кража, непосредственно там чего-то, да, то есть там могут на самой весовой подкручивать. Вот я сталкивался с одной задачей, когда на весовой там есть окошко сверху и вот это окошко регулировки, где происходит настройка точности измерения. Так вот, если туда положить магнит и его там подвигать в зависимости от расстояния, чем больше там от определенного расстояния отодвигается тот магнит, тем больше идет отклонение в весе. Для решения вот такой задачи у нас есть, я не знаю, как там будет, хорошо ли, видно ли, плохо ли, видно ли, аналитика позиционирования человека в пространстве. Есть человек нагнулся, человек упал, человек присел, человек привстал, то есть мы понимая положение человека в пространстве можем анализировать его поведенческий инстинкт. Так вот, применяя подобную аналитику или там два типа аналитик даже, на весовой платформе, когда происходит мониторинг вхождения человека в зону, это уже как минимум первый способ информировать о том, что оператор безопасности должен обратить внимание, что же дальше будет происходить. Если человек находится в зоне этого окошка, мы, соответственно, выделим соответствующую зону для того, чтобы ее контролировать, оператор получит об этом оповещение. А если человек присел, например, возле этого окошка, то, соответственно, уже нужно не просто обратить внимание, как в первом случае, потому что он там появился, а уже акцентировать внимание, а что он там будет дальше делать. Соответственно, по таким инцидентам происходит запись в архив и дальнейший разбор полетов можно устроить. Я, соответственно, попытался изобразить на доске структуру какого-то там банального объекта. Мы здесь на объекте видим периметр у него есть, есть КПП, есть весовая, есть железнодорожная КПП, есть административно-бытовой корпус, есть пешеходные зоны, железнодорожный путь. Суть этого изображения следующая. Когда транспортное средство приезжает на КПП и в нем непосредственно фиксируют документы, что он привез там и так далее, распознается номер транспортного средства, по СКУДу можно из ЕРП подтянуть информацию о том, что находится в Грузии. Вот на примере одного из объектов завозились литру аммиачную и соответственно по документам там было 20 тонн. По алгоритму транспортное средство должно заехать на территорию весовую, ну территорию предприятия после проверки документов, проехать через весовую, взвеситься, масса брута нет, а поехать на склад, вгрузиться и вернуться непосредственно таким же образом и покинуть территорию предприятия с заверением всех документов непосредственно на автомобильном КПП. Так вот, что происходило на самом деле? Тоже транспортное средство проезжало мимо, ехало на склад с группой злоумышленников, единомышленников, они догружали недостающие там несколько мешков с бигбрегом и в обратную сторону возвращались на весовую. Соответственно, нарушался маршрут движения по предприятию. Таким образом, на весовой естественно, получалось как бы там по документам все как нужно. Как поступили в данном случае при решении кейса? Установили систему распознавания номеров транспортных средств, на весовой оно было и так, при изменении маршрута фиксировался номер транспортного средства, если номер закрыт какой-нибудь, например, тряпочкой, как можно, модно в Москве на паркинге это делать, чтобы не платить за него, да? Мы фиксируем нахождение транспортного средства в зоне без номера транспортного средства, что автоматический инцидент, который необходимо разруливать силами службы безопасности. Поэтому, применяя технологии взаимодействия системы весовой, ERP-системы, системы видеонаблюдения аналитики, системы контроля управления доступа, можно решить вопрос маршрутизации по территории предприятия. Пока мы находимся вот возле этого слайда презентации, хочется отметить еще и железнодорожное КПП, потому что очень часто бизнес-кейсы, связанные с распознаванием номеров железнодорожных вагонов, вот пример реализации такого вот кейса. Здесь миксом идут железнодорожные вагоны, цистерны, контейнеры, там, что угодно, то есть они могут быть на, в рамках одного вагона. Соответственно, все номера распознаются, эти номера можно выгружать в Excel, можно отдавать систему контроля управления доступом, можно выгружать в ERP-систему предприятия, ввести весовой учет железнодорожных железнодорожного состава и интеграции различные там с Цитраном и прочее, прочее. Вот, так вот, возвращаемся к слайду, возвращаемся к слайду, и, соответственно, на этом же КПП все въехавшие вагоны фиксируются, соответственно, как бы, ведется их подсчет, учет, сколько въехало, сколько выехало, потому что, например, есть кейсы, где предприятие архиогромное, не такое, как я вот нарисовал здесь вот на схемке, есть большое количество железнодорожных путей и есть места, где эти железнодорожные вагоны отстойников называют, хранятся какое-то время. Так вот, когда они там хранятся какое-то время, они арендованы, возникает вопрос, оплаты аренды, а где этот вагон, по какому пути он уехал, быстро и оперативно на этот вопрос ответить очень сложно. Соответственно, можно систему распознавания использовать так же, как и систему учета вагонов, а в ERP-системе определять, на какой ветке находится этот вагон и сколько времени он там находится и оповещать соответствующую службу о том, что пришло время вытолкнуть вагон назад, поскольку возможно продление сроков аренды. Это следующая история про ERP-систему. Например, 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 а вот тоже хороший кейс взаимодействия системы видеоаналитического контроля с технологической безопасностью, для обеспечения технологической безопасности. есть дороги на предприятии, есть пешеходные зоны. Часто возникает травматизм, связанный с тем, что грузовик, например, ехал зад, человек переходил дорогу, один другого не увидел, был в наушниках, разговаривал по телефону, неважно, произошло какое-то ДТП, назовем его, с летальным исходом, и тут уже как бы вопрос, сколько стоит жизнь человека, да, используя системы мониторинга, контроля, нахождения людей в непосредственной зоне пешеходной, если не эту пешеходную зону покидают, это инцидент, который позволяет как бы там службе соответствующей, либо там демотивировать человека, чтобы он так больше не делал, накладывая какие-то штрафные санкции, либо, ну там, административное воздействие на него произвести. Та же самая история, если, например, транспортное средство заезжает в пешеходную зону, то есть заезд в пешеходную зону транспортного средства, это также является каким-то нарушением. Кроме того, есть истории, например, про внутренние объекты, где есть, например, какой-то склад, и в складской зоне работает какой-нибудь погрузчик, и в данный момент времени там никакой человек не должен находиться в принципе. Ну и вообще на склад вход должен быть ограничен, то есть это вопрос СКУД решает, и вторая история это про наличие индивидуальных средств защиты, например, такие как каски, самая популярная история, которая там разлетается у нас на ура. Я вам пример приведу, вот приедем, это вот пример внедрения наличия касок на голове, соответственно как бы эту всю историю можно увязывать с системой контроля управления доступом, то есть если человек прошел без каски, его можно остановить, вот, если человек находится в каске, скажите, а изображение вообще позволяет вот увидеть, что там написано, или все очень ужасно? Смотрите, у нас есть два изображения, значит, одно изображение похуже, через экран Павла, и второе прямое ваше, на нем разборчивость намного лучше. Павел, два экрана выведено. Я могу попробовать отключить вот этот, который так еще. Давайте я эту часть Павла отключу, вот так. Вот, и теперь так. И теперь мы видим намного лучше, разборчивость намного лучше. Пожалуйста, продолжаем. Вот отлично. Вот отлично, сейчас я тоже выведу. О, и теперь мне тоже видно стало хорошо. Здорово. Вот, соответственно, наличие касок на голове, трекинг людей, куда пошел, определение от зон, то есть, вот, использование нескольких типов аналитики на одной камере позволяет анализировать, автоматизировать какие-то действия. понятно, что аналитика не всесильна, но она может сократить время реакции оператора, когда происходит какая-нибудь та самая нештатная ситуация. На объектах свыше там 100, 200, 300 камер и прочее, когда, ну, например, там, один из больших объектов от 2000 камер, можно, ну, очень сильно плакать на эти камеры, когда ничего не видишь, то есть там вряд ли можно что-то определить и оперативно отработать. Вот пример работы аналитики, вот, например, это на этом же полигоне в Санкт-Петербурге я бегу, оставляю предмет, там, пересекаю линию, вхожу в зону и, соответственно, это все происходит на одной камере. Вот тут побежал и, соответственно, тут все детектироваться. Обнаружен объект, оставленный объект, вхождение в зону и прочее. Вот такие вещи, когда происходят, ну, соответственно, аналитика отрабатывает, создает какие-то реакции, например, если это какой-нибудь охрана периметра, то включается пастион и включается в работу система охранного освещения заря. Если это, например, бегущий человек, да, мы это все покажем, как это работает в режиме лайф на полигоне, если человек, ну, или там, ждем в гости, и если человек, например, в принципе, по территории нашего объекта перемещается очень быстро, и он побежал, возможно, там какая-то нештатная ситуация, на которую требуется обратить внимание соответствующих операторов. по поводу пешеходных переходов с Кулацкого комплекса я рассказал, то есть нахождение в зоне, контроль касок там и так далее, работы в зоне погрузчиков. Очень много кейсов различных можно привести во внимание, но на текущий момент лучше их на самом деле демонстрировать на полигоне, это такая затравочка, мы всех ждем, приглашаем, кому будет интересно, можем как бы это организовать. Ну, и плюс с полигона мы эту всю историю продемонстрируем. Вот, я не знаю, могу еще раз показать, чтобы по качеству картинки было более красиво все выглядело. Это вот интерфейс как раз системы распознавания номеров, вагонов, цистерн и контейнеров, интерфейс работы системы по распознаванию номеров транспортных средств в режиме потока, ситуационная аналитика детектора оставленных предметов, скопления людей, например, какие-то вещи как пересечение линии и так далее. То есть каждый элемент аналитики он отрабатывает тут вопрос как бы а что дальше? То есть внедряя какую-то систему нужно понимать а что дальше с этой информацией делать? И как раз решение по автоматизации взаимодействия с компанией TwinPro интеграция с бастионом события, которые прилетают в наши системы от ситуационной аналитики позволяют разблокировать турникет, включить освещение, включить ряд освещений, включить-отключить вентиляцию, лифты опустить вниз например и так далее. Илья, да, возвращаемся назад, я передаю Павлу слово, отключаю микрофон или прямо Илье передаем слово. Давайте сразу Илье передаем слово. Илья, включайся. Илья, мы вас ждем, да? Итак, да, мы здесь. Видно, слышно? Видим, слышим. Так, итак, мы немного сменили локацию, Сергей уже показывал некоторые взаимодействия аналитики Secures и систем Bastion в записи, сейчас мы покажем это лайвом. На камере за моей спиной, где-то там вдали, работает видеоаналитика, постоянно реализованы детекторы оставленных предметов, людей без касок, проникновение в зону, нахождение в зоне, движение в неправильном направлении, детектор праздношатания и детектор скопления людей. В первую очередь расскажу, как система между собой взаимодействует. В интерфейсе Secures настраивается, например, запрещенное направление движения и при движении человека в кадре в этом запрещенном направлении формируется тревожное сообщение, Bastion в свою очередь включает систему охранного освещения и поворачивает камеру на заданную предустановку. Итак, сейчас я включу необходимый сценарий. Секундочку. Буквально. Первая демонстрация это движение в запрещенном направлении. Движение от меня за мою спину разрешено. Система никак не реагирует. Обратите внимание на лог в бастионе. Система никак не реагирует. Человек разворачивается, идет в запрещенном направлении. Приходит тревожное сообщение в бастион, включается охранное освещение и камера поворачивается на предустановку. Также выводит изображение на экран. Подобных взаимодействий различных сценариев работы можно настроить массу. Вторым пунктом мы продемонстрируем работу детектора проникновения в стерильную зону. Точно так же в интерфейсе секьюреса мы нарисовали полигон. Он расположен на газоне за моей спиной. Итак, человек проникает в запрещенную зону. Какое-то время временное окно точно так же настраивается. Через некоторое время система сработает. Прилетит тревожное сообщение. включится охранное освещение и поворачивается камера на предусловку. Вот так. Я надеюсь, всем хорошо все было видно. Вот надо мной находится светильник системы охранного освещения заря, камера ПТЗ и дали камера с видео аналитикой. Да, Илья, видно и слышно хорошо. Участники, пожалуйста, может быть, вы хотели бы, чтобы Илья что-то именно особенно для вас прокомментировал или показал. Пожалуйста, у нас же живой эфир. Можете нам дать вы любые сценарии с участием аналитики, а также наших продуктов мы здесь можем запустить и продемонстрировать вживую. Полигон открыт для посещений. Он, еще раз напомню, под Петербургом находится. Звоните, съездим, покажем, продемонстрируем. Вот есть от Максима Пьянкова вопрос. Камера ПТЗ только по сохраняемым точкам работает, по сохраненным точкам или ведет нарушителя. Коллеги, я отвечу на данный вопрос. Смотрите, в результате проникновения, например, перелаз через секцию забора, мы от датчиков пункти С получаем адресное событие и понимаем, какую одну или группу камер необходимо вывести оператору для обработки этого инцидента. Опять же, если в зоне есть ПТЗ камера, она туда повернется. Дальше трекирование оператора производится вручную. Почему вручную? Почему не автоматически? Вот эти маркетинговые мероприятия, связанные с тем, что можно трекировать человека, передавать из рук в руки, перестает работать, когда в кадре появляется более двух лиц, которые разбегаются в разные стороны. И, соответственно, один из них сотрудник компании, который просто рядышком проходил. Кого внимание тречить? Вот тут вопрос. Поэтому оператор, непосредственно, который разруливает данный инцидент, он принимает оперативное соответствующее действие для того, чтобы предотвратить продвижение нарушителя в предприятия, вызывает ГБР и так далее. Трекинг непосредственно одного нарушителя, сейчас реализовывается даже на камерах, например, бренд Аксис сделал радар, который контролирует наличие нарушителя и, соответственно, ведет камеру по следам данного нарушителя. Нам, коллеги из Аксис на данный полигон подтвердили предоставление такой демонстрационной камере и, соответственно, в ближайшее время ее можно будет увидеть, посмотреть, как это работает, как это работает с двумя, с тремя и пятью нарушителями. Поэтому ручной режим в данном случае актуален. Аналитика на текущий момент времени не сможет определить нарушителя от рядом проходящего сотрудника компании. Ну, то есть, при небольшом количестве нарушителей, при одном нарушителе это возможно. В принципе, теоретически можно и при большем, просто нецелесообразно с точки зрения точности. Вот здесь возникает тогда у Максима Пенкова, который задавал этот вопрос. Следующий вопрос. А какая поддержка действия оператора, ведь тогда у него есть всего лишь 2-3 секунды на принятие решения? Я так понимаю, что оператор принял решение течения 2-3 секунды. Камера повернула с... Коллеги, я прямую трансляцию с полигона тогда сейчас отключу. В третьей секции увидимся. покажем реализацию распределенных систем на базе Бастиона. Спасибо за внимание. Павел, Сергей, вам. Максим, отвечая на ваш вопрос по поводу принимать решение в 2-3 секунды, далее камера повернулась и сменяла пятки. Кого искать? Если всего на объекте одна камера, которая смотрит на 360 градусов, мне кажется, надо поработать над обеспечением безопасности периметра. Первая история. Про категорированность предприятия можно поговорить, насколько критичное вот это предприятие, можно ли делать первый и второй рубеж. Как раз для решения задач по предотвращению продвижения нарушителя в глубь предприятия используется в том числе и виртуальный рубеж, когда камеру можно смотреть как слева от забора, то есть внутрь предприятия, так и справа, то есть камеры, которые на периметре установлены. Как минимум они могут вывестись в первые же миллисекунды, когда произошло нарушение. Пока там пятизет-камера поворачивается в зимнюю погоду нехотя, с данных двух камер уже видно конкретного нарушителя. Кроме того, когда нарушитель уже на заборе, это уже несколько поздно. главное смотреть а что происходит в том числе и перед забором. Это если например объект высокой категории. Бывает еще такая история, когда вдоль дороги какая-нибудь оживленная трасса и там тоже не насмотришься. Для таких технологий применяют например виртуальный рубеж с нейросетевым классификатором, когда определяется в кадре человек, машина или животное. если там животное вдоль забора гуляет, это не инцидент. Если остановилась машина перед забором или остановился человек, то есть когда он проходит мимо вопросов нет. Когда человек останавливается и начинает грубо говоря прознашататься, срабатывает аналитика, но он на забор еще не полез. Просто акцентируется внимание оператора о том, что нужно последить за тем, что происходит перед периметром. Таким образом нарушения нивелируются. Так, я понял. И здесь, да, Максим, я так понимаю, Сергей ответил на вопрос. И здесь вы написали в первом своем вопросе, что оператор принимает решение в течение двух-трех секунд. Здесь оператор не принимает решение по сути в самом начале. Это самое важное. Когда произошел инцидент, нарушение периметра движения запрещено направление проникновения в зону, камера автоматом естественно поворачивается, никаких там двух-трех секунд нет. Вот дальше под сопровождением человека охранник, да, принимает решение. Если его надо трекировать, он принимает, ну, какое принимает решение? У него указание, если там что-то произошло, схватиться за джойстик и дальше вести нарушителя. Это решаемо все. уже персоответственности. Причем можно дальше углубиться по защите предприятия, если оно там с большим периметром. Можно использовать систему радиолокационного контроля. У нас здесь в группе присутствует Дмитрий Галкин, группа компании Микран. У них замечательные радары. Мы проинтегрированы. Есть совместное решение. Да, мы проинтегрированы и мы получаем события в том числе от радара. Транслируем интерфейс оператора, ну как на локальном уровне, где работает непосредственно оператор с интерфейсом. Транслируем на другой ситуационный уровень, там, в мониторинговый центр и так далее. То есть можно при помощи дополнительных технологий контролировать близ подходящие территории перед забором. Подходные рубежи. Да, подходные рубежи. Еще есть вопросик интересный по поводу три человека. Вы хотите, чтобы мы это воспроизвели на полигоне? Можно сделать? Не проблема. Ну, трех человек у нас там, у нас там три человека. Четвертого нет у нас? А, ну да, можно троих человек спокойно пробовать отправить. Всех выгоним погулять, в третьей части можем прям взять и воспроизвести. Илья, я думаю, нас слышит. Это, думаю, интересно будет. еще по поводу демонстрации или движения в запрещенном управлении, я просто приведу один пример. Один из заказчиков как раз использует такой алгоритм. У него есть жестко регламентированная работа службы охраны на предприятии, что охранники меняются там каждые два часа и меняются постами охраны. Заборы у нас, как всегда, там прозрачные, да, там сетка ССЦП или что-то подобное. И у них четко они должны идти в одном и том же направлении. Но однорубежный периметр из-за рубежа его могут из-за рубежа из-за рубежа его могут поставить под прицел таким образом, условно лишив возможности взять рацию и оповестить охрану о том, что его взяли под прицел и куда-то разворачивает. Он может взять просто развернуться, пойти в другую сторону, при этом отработает аналитика, включится освещение и либо нарушитель, либо стреляющий, который захватнические действия хочет произвести, либо он испугается и убежит, что уже что-то произошло и началась какая-то реакция, либо охранник на КПП, который стоит и ждет, пока к нему придет смена, сразу же увидит, что происходит. То есть вот такой кейс мы реализовали на одном из объектов наших. То есть такая задачка прикладная была. Ну, плюс-минус. Скажите, пожалуйста, есть у Алексея Иванова вопрос все-таки по поводу трекинга, то есть сопровождение нарушителя 5Z камерой. Хотите прокомментировать? То есть почему бы не сделать автоматизированный способ сопровождения именно подъезжает? Отвечая еще раз на этот вопрос, повторюсь, что когда в кадре находится это как лебедь, рак и щука, все в разных направлениях побежали, непонятно куда камере поворачиваться, то есть она выберет первого попавшего, когда оператор кого определяет, кого сопровождает. Хороший вопрос на эту тему, а есть задача по этому кейсу на самом деле, потому что мы-то компания прикладная, мы соответственно делаем какие-то разработки индивидуальные. Здесь необходимо, здесь смотрите, связка и камера и софта, то есть камера повернулась в нужную зону, там например три цели, одна из этих целей нарушитель, ну то есть я примерно эту задачу там так, от Алексея, одна из этих целей это нарушитель, оператор определяет кто нарушитель, он должен кликнуть на него, там какая-то некая софтовая разработка, чтобы вы могли выделить объект, там я не знаю, выделить его прямоугольничком, кликнуть на него, сколько еще времени это займет, надо как бы посмотреть, да, и дальше камера начинает уже либо на аппаратном уровне, передать эту информацию там в камеру, либо камера на аппаратном уровне, либо на программном, аналитика начинает вести только этого человека, там не знаю, в красной куртке, еще в чем-то там. Да, я прямо даже согласен, что данная система еще в принципе упростит работу оператору, но тогда возникнет... Там будет человеческий фактор большой, Тогда будет возникать человеческий фактор, когда принимается решение, на кого именно ткнуть нужно. Самое важное решение, собственно, на кого ткнуть, принимает оператор. За кем следить? Так, когда пишется в архив, как бы все, и понятно, кто с системой работает, вопрос, надо подумать, вообще логично ли это, использовать, применять и так далее. С одной стороны, да, с другой стороны, можно найти кучу, почему нет. Не, ну, во-первых, хорошо. Понятно, понятно. Я думаю, Алексей, если вы заинтересованы, вы напишите тогда, да? Да, там в конце будут контакты наши. Да, потому что вы видите, здесь открытый совершенно подход, если понять лучше задачу, и если это наилучшая альтернатива, то почему нет? Понятно, что эти Z-камеры для какого-то площадного наблюдения или наблюдения за, ну, какими-то протяженными отрезками периметра действительно используются больше как дополнительные средства, об этом уже говорилось. Но нужно понимать задачу, и на ней тогда можно поработать. Так, ну что, движемся дальше? Кстати, двигаться дальше времени у нас. Ну и, собственно, Лев, давай-ка еще один вопросик. Сейчас Лев у нас включится, он у нас любит задавать вопросы. Да, привет. Задавать призывы. Ребята, у нас по первой задачке мы еще раз проверили условия, выяснилась такая штука, мы не совсем точно отобразили периметр. Вот. Поэтому вообще в исходном файле, конечно, правильный ответ 2600. И ребята, которые там первые ответили, это ответ верный, но картинка не совсем, не совсем корректная. Вот, извините нас, пожалуйста. поэтому победил, получается, тот, кто сказал, что мало данных. Да, поэтому... Ответил Алексей Иванович, Павел Перлак, да, и они дали формулу, по которой считать, и показали вам неизвестный параметр. Да, да, да. Поэтому мы... Андрей, я хочу уточнить, у нас будет запись, вот, ребят, данные, что можно было забрать, или нам лучше с чата это забрать? Ну, с чата лучше меня записать, а дальше мы, естественно, по списку регистрации будем... А, все, хорошо, хорошо. Алексей, вы должны принять решение, потому что вы объявили, что 600, а теперь другой, то есть у вас чем-то победители. Отметим всех участников по первому вопросу. Отлично. Ладно, давайте дальше. здесь пока мы, обсуждали, я смотрю, ребята уже пишут ответы, здесь задачка, она на экране, вот, соответственно, сейчас посмотрим еще, кто, ну, да, кто у нас отвечает, вот. Дадим. Так, ну, вот, милый, Максим. А те, кто не в теме, расскажите, почему правильно ответы. Руслан, Анастасия, Игорь Кузнецов, Анна, Витя. Так, Руслан говорит один, потому что фактор удачи. Вот, Александр Рыжов, три. Так, а, ребят, насколько часто такая ситуация бывает, когда достали, а уже потеряли коробки? Вы хотите... Часто бывает. Каладность. Каладность, да. Ну, ответы правильные вроде как есть, да, Лев? Да, ответы правильные есть, там, Николай, вообще, на самом деле, одной раскладки достаточно, Николай, Руслан, Анна, фактор удачи, Руслан, хорошо. Вот. Окей. Ну, на самом деле, мы коробки перепутали, они немножко разного размера, поэтому сейчас задание другое будет. Хорошо, спасибо все, кто участвовал, надеемся, что тогда разминка небольшая произошла, перейдем к нашей заключительной части, сегодня. Тогда работаем дальше, Сергей, Павел, вам слово. Да. Ну, и, меня слышно должно быть, да? Слышно? Ну, и, собственно, переходим к заключительной части, это уже некая такая глобальная вещь, это реализация, ну, мы про нее, на этой части постараемся долго не останавливаться, просто скажем вам, что есть, конечно, задачи локальных объектов, да, они бывают, касаемые только КСБ, бывают касаемо смежных систем, там, по сути, по инженерных систем, с более, с более правильным подходом, но есть большие задачи для больших вертикалей, когда необходимо создание централизованных систем безопасности, распределенных объектов, и здесь есть много разных подходов к созданию этих вещей, либо централизованная, собственно, да, я вернусь к этому слайду, это объектовая система, которая решает задачи конкретно объекта, его локально, но таких объектов может быть много, и свести это все в единый центр, также можно на базе наших платформ, есть разные подходы, как бы и организации институционных центров в том числе, но чаще всего так или иначе, там, заказчик, который институционный центр реализует только на базе системы охранного телевидения, он в дальнейшем, ну, простите меня за выражение, там, офигевает от количества информации, которую нужно обрабатывать ему, его операторам, да, и они переходят к инцидентной модели управления, бывает наоборот, только создается ПЦН, когда идут логи событий, тревожных, да, и никакого визуального подтверждения, да, никакой верификации в центре нету, это тоже неправильная такая вещь, вот мы представляем такое комбинированное решение, и что важно, распределенные объекты на базе наших систем, они способны работать автономно, полностью независимо, со своими серверами, со своими клиентами, и по сути, потери связи для них не страшны, потери информации из-за потери связи точно не произойдет, вот, более того, масштабируемость у нас, наших систем, она не ограничена, как внизу, да, как непосредственно в подсистемной безопасности, так и на локальном объекте, в части рабочих мест, в части серверов, и также они не ограничены и на глобальном уровне, ситуационных центров может быть много, роли оператору предоставляются различные, права, полномочия пользователя тоже у нас регулируется достаточно гибко, маршрутизация тех или иных событий, эскалация тревог, и много-много еще чего, поэтому здесь задача, она, конечно, глобальная, и заказчик, безусловно, когда строит там локальную интегрированную систему безопасности объекта, если в будущем предполагается какие-то свод это все в единый центр, либо наоборот, да, распределение этой информации по разным, другим, ну, по разным центрам, да, или по локальным объектам, то ему, конечно, необходимо начинать с выбора платформы, вот, ну, и опять же, наше мнение, универсальной платформы нет, некоторые начинают работать на скуде, да, то есть, ну, например, АПК Быстреон 2, исторически сложилось так, что эта система там пошла из скуда, и, соответственно, там достаточно плотная работа с базой данных, интересные там реализации бюро пропусков, учета рабочего времени, хитрых алгоритмов прохода, много-много чего, вот, но с видео мы работаем вот непосредственно, понятно, получаем видео, воспроизводим его, но нету таких гибких инструментов, таких, какие есть у кого, у платформы Secure, с которой изначально начинала работать именно с тем видеонаблюдением, там, и в дальнейшем, там, аналитика, да, и все такое, вот, и наоборот, да, то есть, вот это универсальное наше решение, оно позволяет реализовать наши объекты, любые, абсолютно распределенные, централизованные, собственно, можно примеры привести, реализация 17 бизнес-центров, вот здесь вот не показано, да, еще есть 17 бизнес-центров в Санкт-Петербурге, и, собственно, сама Лахта-центр, она реализована на базе Скут АПК Бастион, причем, в каждом, каждый объект умеет работать автономно, из каждого объекта можно карту выдать пользователю, на любой другой объект, и можно глобальный уровень доступа делать, вездеходы, не знаю, в зависимости, как бы от полномочий, можете это делать, на любом рабочем месте, из любого здания, из любого города, вообще без всяких проблем, вот, и масштаб систем, абсолютно маленький, но достаточно маленький, это далеко не предел, там, для наших систем, более 4,5 тысяч контроллеров, то есть, здесь проблем никаких нету, Сергей также прокомментирует, у компании SS тоже довольно большое количество реализованных проектов, с распределенными системами, и так далее, один из там ярких, мы просто решили, не знаю, если кому-то будет интересно, дополнительное, кейсы, можно там, плюсиками, мы дополнительные кейсы расскажем, вот, к примеру, кейс Лукойла, где присутствует большое количество заправок, большое количество там, нефтебаз, нефтеперерабатывающий завод, каждый объект, это локальная КСБ, на которой решаются задачи по интеграции с системами безопасности, по сведению учета, въехавшего, выехавшего транспортного средства, весовой учет, нефтепродуктов, и так далее, своевременный приезд на территорию заправки, бензовозов, и прочее, прочее, это все интегрируется с ERP-системой, и работает как единый механизм, к сожалению, видеоролика с оттуда мы не сможем показать, по причине закрытости объекта, вот, но, все заезжали на заправки Лукойл, увидели, как можно легко попасть в черный список, если не оплатил заправку, поскольку ведется распознавание номера транспортного средства, которое подъехало к той или иной колонке, с той или иной стороны, и, соответственно, при неоплате, сейчас же модно платить мобильным приложением, попадает номер в блэклист, при повторном заезде в Лукойл, оператор получит уведомление о том, что такое вот... Надо с него взять еще то, он должен. Надо, привез долг. привез долг. Надо подключать каких-то лиц, которые работают с дебюторами. Коллектор. Вот. Значит, Павел, Сергей, у меня к вам вопрос. Вы как хотите сейчас построить? То есть, немножко еще рассказать о кейсах, потом перейти к демонстрации? Или как просто... Вы упомянули ситуационные центры, мы несколько раз специально встречались с крупнейшими российскими заказчиками для обсуждения проблематики и задач ситуационных центров. У меня есть пара вопросов, когда вам их лучше задать? Можно прямо сейчас в режиме лайв их задать? Да, хорошо. Вот вопрос, который возникал при обсуждениях с коллегами из Нарникеля, который, как вы знаете, реализует систему распределенных ситуационных центров на различных территориях присутствия, на предприятиях, там задача формулируется как? Первое, что считать инцидентом, как отличать информацию от шума, что эскалировать наверх, систему высшестоящего уровня, а что ставить на контроль или разрешать на каком-то уровне, допустим, на котором эта ситуация была обнаружена. Имеется в виду, допустим, зашло, их пример, зашло на территорию объекта 8 человек, вышло 7. Это инцидент или не инцидент? Зашло 10 человек, вышло 3. Окей, наверное, это более значимое событие. Это раз. Ну и вот второе, это эскалация на следующий уровень. То есть распознавание правильных сигнатур, что это действительно является значимым событием, а не шумом, и определение, кого оповещать и эскалировать или нет. Все. Пожалуйста. Да, верно. Тут вопрос, наверное, они самостоятельно могут ответить на данный вопрос. Для систем видеонаблюдения, видеоаналитики, систем контроля управления доступом и системы СУТП не ответить на вопрос, что является инцидентом в данный момент времени. Не выход 7 человек из территории предприятия. Мы не знаем, это инцидент или не инцидент. Если они решат, что это инцидент, и опять же, кто эти люди? Если, например, есть 5 человек, которые вошли в определенную зону, где никто не должен находиться, или, например, в этой зоне начался какой-нибудь пожар, который можно идентифицировать в результате интеграции с системой пожаротушения, да, или там дачи Дедыма сработали, и там находятся, например, 5 человек в этой зоне. Это вот инцидент, а вот это вот уже инцидент, правильно? И тут вопрос, как на него реагировать. Ну, их, конечно, интересуют инструменты, которые системы, поддерживающие вот эти инцидентационные центры, предоставляют для них, да, вот для того, чтобы вот так предоставить. Верно, то есть на локальном уровне, то есть тут как бы мы понимаем задачи Норникеля в целом, почему, потому что мы также с ними взаимодействуем, с коллегами, мы понимаем, что на локальном объекте, в первую очередь, нужно определить с типами инцидентов, и определиться, что такое, в принципе, инцидент, для того, чтобы понять, что с ним дальше делать. Какой инцидент должен оставаться на локальном уровне, например, пять подрядчиков из нужных десяти, которые должны выходить ежедневно, это инцидент или не инцидент, мы не знаем об этом, но опять же, сделать систему, которая будет контролировать количество входящих на территорию предприятий подрядчиков ежедневно и выдавать отсчет, мы, естественно, можем, и, соответственно, эту информацию выгрузить в ERP-систему, и в ERP-системе будет вестись учет выхода в ERP-системе будет вестись что вот здесь прервалось? Ага. В ERP-системе, соответственно, будет вестись учет выхода сотрудников данного подразделения, которое там выполняет какие-то работы. Понятно. Также есть зоны, например, предприятия, где, ну, цех, да, предположим, где по инструкциям не может работать или находиться один человек. Максимум два. Вот контроль в зоне соответствующего количества людей, это при помощи той же видеоналитики решается. Выхода одного из этих людей должно повлиять на взаимодействие с системой таким образом, чтобы, а, первое, сообщить на локальный пост о том, что там человека нет, б, автоматически отключить, например, рубильник, который остановит работу данного станка, например, для того, чтобы человек не получил соответствующие травмы. Инцидент или инцидент? Далее, розлив нефти, да, например, какой-нибудь, соответствую, это интеграция с системами АСУТП, с соответствующими датчиками. Если датчик срабатывает и есть соответствующая интеграция с системой видеонаблюдения, оператор АСУТП системы позволяет, ну, вернее, сократить время реакции, то есть он увидел, что происходит какая-то нештатная ситуация и он визуально подтверждает этот инцидент. Соответственно, такие инциденты, модель нарушителя, модель угроз, модель нештатных ситуаций необходимо проработать и необходимо проработать, а что будет являться матрицу составить, что будет являться локальным инцидентом, что должно подняться на региональный уровень, что должно улететь в уровень Москва. Это вопрос проработки глобального большого технического задания с понятием и с пониманием того, что на каждом из уровней должно решаться. Инструменты, отвечая на вопросы, инструменты для этого есть. Естественно, есть там категорийность, условно, категорийность событий, которые можно вручную выставлять в системах, И они будут попадать к тому или другому оператору на нужный уровень, понятно, что это масштаб психийного бедствия, либо масштаб локального предприятия. Здесь важно, опять же, отправлять события, есть эскалация, тревог, да, это в случаях, если охранник просто не отреагировал на локальном уровне, оно автоматически поднимается на более верхний уровень, чтобы событие не осталось незамеченным, да, в любом случае, чтобы хоть кто-то отреагировал. Это такой режим резервирования охранников. Есть маршрутизация сообщений, то есть одному охраннику нужно видеть одно, другому нужно видеть другое, а на ПЦН нужно видеть все. Но чтобы с ума не сошел на ПЦН, который сидит в Москве, например, охранник, ему нужно видеть только глобальные события, которые могут привести к стихийным бедствиям. Особенности предприятия все разные, есть ТЭК, есть там транспортные предприятия, да, и задачи. Разные задачи, да. Модели угроз разные, модели с ним похожи. Это понятно. Еще один вопрос, ну, сейчас все больше и больше подразделений, департаменты безопасности работают с внутренними функциональными заказчиками, зачастую эти внутренние функциональные заказчики не относятся к сфере безопасности, да, это могут быть самые разные подразделения. Мы так делаем, большой акцент, ну, именно на безопасности сейчас, но в целом, если говорить об интерфейсах, о системе, об архитектуре, есть ли опыт именно реализации таких ситуационных центров или систем управления, когда потребителями, пользователями являются не только подразделения безопасности, но и другие функциональные службы. Такой пример вот прямо на экране виден, да, это вопрос как бы не про безопасность уже, это вопрос про бизнес-процессы, тотальный учет. Это первая история. Вторая история про логистические задачи, то, что мы рассказывали про маршрутирование на территории предприятия, это, опять же, может технологическая безопасность, но, а может и логистическая задача, потому что контроль весового учета. Тот же весовой учет, это интеграция с ERP-системами, кадровый учет, введение учета рабочего времени, контроль прихода именно того человека, который должен приходить на работу, он не приложил карточку за друга и провернул верникет, да, и прошел след. Вкладу выдают прям по системе учета рабочего времени, то есть это тоже… Понятно, ну, то есть есть такой опыт случаев таких достаточно много, хорошо, вот, кстати, об этом и говорим, о том, что вот как раз вот этот слайд, мы, может, там, компанно рассказали, что есть системы про безопасность, они вот внизу обозначены, надо показать, надо показать экран, да, возобновить показ экрана, возобновить показ экрана. Вот, например, тот самый слайд, который, вот, отображает взаимодействие с подсистемой, вот здесь вот внизу мы видим классические системы безопасности, вверху мы видим различные системы, которые есть на предприятии, могут быть на предприятии и так далее. По поводу того, что я говорил, да, интеграция с АСУТП, вот технологические процессы, да, это то, что не является уже относящейся к системе безопасности, да, есть контроль работоспособности оборудования, которые там взаимодействуют по СНМП и ОПС протоколам. То есть, собирая вот эти данные, привязывая их к видео, например, можно более оперативно информировать соответствующие операторы. Обслуживающие организаторы. Обслуживающие организаторы. Один С, кто у нас там работает, работает бухгалтерия, работают логистические службы, и у них также соответствующий функционал присутствует, которым они могут пользоваться. У нас есть специализированная такая презентация, кому интересно будет, мы ее тоже готовы направить. Она не про вот эти картинки, про взаимодействие системы, она четко расписывает, какой функционал от внедрения данной системы, двух систем, ну, комплексного решения, вот так, от внедрения комплексного решения. Что получает первое лицо предприятия, что получает служба безопасности, что получает там медслужба. Потому что, к примеру, только один из интересных фейсов, прохождение инструктажа. Сейчас ведут журналы в бумажном виде, кто там прошел инструктаж, расписался, фамилия, дата, время. Притом, как бы, подпись можно и подделать, по сути дела. А когда, например, персонификация в электронном виде проходит, то есть прослушали инструктаж, а дальше ты прикладываешь карту и лицо. Ну, грубо говоря, да, там в сленге карту и лицо. И в результате создается запись в электронном журнале и, грубо говоря, цифровая подпись, идентификатор карта плюс лицо. И человек уже пошел, да, и он присутствует. Например, медосвидетельствование на, ну, перед выездом на маршрут конкретного водителя, да, транспортного средства. Интеграция с теми же ячейками, в которых могут храниться ключи от этого транспортного средства. Да, прошел автотест, там, выдохнул. Понятно, понятно. А как называется эта презентация? Как называется? Ну, как называется презентация-то, ну, чтобы мы, по которой вы... Я могу даже сейчас включить, но вообще коротко о главном. Я попрашиваю, уважаемые участники, вот, видите, здесь презентация с большим количеством юз-кейсов, да, то есть случаев применения для различных задач, различных функциональных служб. Поставьте плюсики, если вы хотите ее получить, да, потому что хорошо, что мы вышли на эту тему. Вот, да, видите, очень активная реакция. Сергей и Павел, видите, да, насколько интересно? Да, 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 да. Да, 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 хорошо. Ну, здесь, на самом деле, вот, я еще там пару могу кейсов, пока Сергей тут смотрит и ищет. А, вот, там, кстати, извините, извините, там вот Павел Струнин говорит, да, особенно важно знать, какой показатель улучшился. С выгодами, да. Смотрите, по выгодам, мы тут вкратце по диагонали вставляли какие-то там эффекты внедрения, так сказать, экономические, или просто там человек жив, остался, это тоже какой-то эффект, да, кто-то не сел в результате, тоже какой-то эффект. На примере предприятия, где внедрена была система автоматизации, например, мытья рук, разработка нашими специалистами производилась, это пищевое предприятие, позволило сократить страховую премию, которую выплачивает предприятие, при страховке своего предприятия, да, от внештатных там ситуаций, позволило окупить систему в полтора раза. Есть еще история про, когда крупные предприятия страхуют, ну, так сказать, свой объект, да, внедряя различные технологии и работа с аудиторами, если им доказать эффективность, а мы можем, как бы, включиться в эту работу и доказать эффективность внедренной технологии, можно пересмотреть коэффициент страхового взноса, да, вот, который повлияет, как бы, в сторону уменьшения. А там совсем абсолютно не те суммы, которыми мы сейчас оперируем, да, сколько там стоит видеонаблюдение, сеть, камера, там. Сергей, вы говорите, абсолютно важные по существу вещи, потому что, конечно, принятие решения, ну, на стороне крупного заказчика, да, это прежде всего финансовое обоснование, да, и любые примеры на эту тему, они будут, я думаю, все будут за них очень признательны, и это, конечно, крайне-крайне полезно. Коллеги, я вот поделился, чтобы не быть голосновным, универсальная платформа обеспечения безопасности, Павел, называется коротко о главном. Здесь основные вот кейсы решения компании, чего там делается, мультитул тот самый, то есть что такое формула комплексной системы безопасности, что туда входит, что такое СОИ, широкий ассортимент и т.д. и т.п. Это вот гроздь рябины, так сказать, что такое КСБ и кто является ее пользователями, какой функционал в результате получается. И тут кто такие первые лица? Служба безопасности, IT-служба, служба эксплуатации, бухгалтерия, управление, логистические департаменты, снабжение быта, технологическая безопасность, медицинская служба, СУТП-объекты, спецсегменты. Спецсегменты – это выделенные сегменты, где там компетентные органы работают, и они имеют более верхний уровень. Могут запретить все всем в нужный момент. Все всем в нужный момент, там, не знаю, какое-то топ-предприятие, и Владимир Владимирович приезжает на вот это мероприятие. И службы нам на три буквы начинают бороться за ресурсы. Кто-то вешает черные пакеты на камеры, кто-то ходит их снимает, кто-то потом перелезает и так далее. Мы зашлем вам эту презентацию. Все это есть в презентации, остальное голосом. Просто кейсов реально очень много, и там, не знаешь иногда, что ей рассказать. Есть эти задачки, вы прямо их впрямую накидываете. У нас там в ряде случаев, возможно, уже есть решение этой задачи, мы уже решали. А если даже этого решения нет, то, естественно, у нас команда огромная. Мы ее проработаем и достаточно быстро решим либо существующими средствами, либо... Короче. Да, ну и уважаемые участники, мы договорились и с Павлом, и с Сергеем, что вот презентацию, которая сейчас мелькнула на ваших экранах, мы тоже присоединим к рассылке. У нас в процессе этого обсуждения возникла пара вопросов. Павел Сергеев, если вы не против, давайте вот... Да, 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 да. Вопросы это... Делим внимание и пойдем дальше. Тут вот есть вопрос Алексея Иванова, насколько можно гибко настраивать матрицу инцидентов на объекте, позволяет ли интерфейс ПО настроить матрицу инцидентов администраторам, и какие требования в таком случае к квалификации администраторов. Ну, кстати, это важный момент отражает Алексей Иванов, поскольку... Что дает такого класса система? Она дает возможность обучаться, во-первых, заказчику, да, он лучше понимает ситуацию, он принимает те или иные решения, он может совершенствовать регламенты и вновь уточнять, собственно, и протоколы, и регламенты, и матрицу, и так далее. Вот здесь поэтому очень важно, что поставщик системы предусматривает в плане поддержки этого процесса, да, потому что иначе нужен какой-то кандидат наук. Пожалуйста. Отвечает Александр Друзь. Есть простые инструменты для настройки, там, условно, маршрутизации, да, тому или иному оператору инцидентов. Есть пользователь, он пользователь системы, именно безопасности пользователь КСБ, он обладает определенными правами, которые вы можете ему задать. И таким образом на, условно, на программном уровне ему, во-первых, обрубить возможность либо управлять, либо делать что-то, вплоть до, я не знаю, турникет он может открывать, но не может закрывать. То же самое касается событий. Есть уровень тревоги у каждого события, у каждого инцидента есть уровень, вы можете его гибко задавать, вы говорите, события такие-то, они там, один, два, этих уровней много. Можно я тебя перебью? Мы сейчас, на самом деле, стреляем из пушки по воробьям. А можно вот коллегу, который задал данный вопрос, включить микрофон, чтобы мы в режиме диалога сначала сняли постановку задач, потому что модель инцидентов, матрица инцидентов, это история для какой роли оператора. Потому что мы сейчас, это кто будет пользователем этой системы? Можно просто пример? Нет, просто может там конкретная задача есть, и мы просто сейчас эту конкретную задачу... Алексей Иванов, готовы вы включить микрофон и дать какое-то небольшое пояснение по именно задачи, или прояснить суть вопроса, пожалуйста? Мы готовы. Алексей? Так, действительно, короче, наверное, было бы. Ну, проще. Вопрос общий, Алексей пишет. Вопрос общий. Тогда из пушки по воробьям. Ну, из пушки по воробьям, да. Ну, то есть гибко можно задавать уровни... Нам, подожди, нам выключили микрофон или нет? Нет, я не выключил. Уровни событий можно задавать и отправлять их определенным операторам. У операторов есть полномочия. То есть, есть еще другой подход, да, есть еще подход диалогового такого... Ну, диалоговой истории, когда система начинает общаться с оператором. Вот. Я сразу хочу сказать, что такие вещи, как бы, они только усугубляют человеческий фактор. И время реакции увеличивают. Как показывает практика, да, они усугубляют человеческий фактор. Да, вы даете, вы ограничиваете, по сути, оператора, да, нет, ответами на вопросы, да, нет. Но это увеличивает время реакции, время, вернее, ну, время наполнения этого инцидента. У вас, ну, есть человек, который полез на периметр, условно. Есть нарушитель, он полез на периметр. По сути, что нужно оператору? Оператору нужна точка на карте, где он полез, и нужна верификация этого события. Все. Визуальное подтверждение. Да, у него есть инструкция, куда бежать. И кому, не куда бежать, а кому сообщить о том, что... Кому сообщить, что куда бежали, да. Да, чтобы кто-то бежал. Да, он там сопровождает весь инцидент. То есть у него даже максимально, вот максимально короткая инструкция. У нас операторы работают в двух режимах. Либо, когда солдат спит, служба идет, и все хорошо. Это 90% времени на объекте. Либо, когда произошел какой-либо инцидент, и он впадает в панику. Если у него нет жесткой инструкции, что делать при этом, при этом, при этом, то все. Ребята, мы потеряли. Считайте, что он впадает в панику, и мы инцидент не решим никогда. Поэтому преднастройка взаимодействий систем между собой, максимально минимизируя человеческий фактор, изначальная. Это, конечно, задача заказчика, который ставит нам эту задачу. Понятно, это возможности системы. Это очень гибко делается в наших системах. Любая железка там может управлять любой железкой по любому сценарию, по формам, как хотите. Десятью железками. Тем самым мы минимизируем человек. Но в конце инцидента, даже не в конце, а в начале инцидента, оператор должен получить тревогу, какого она там уровня, чтобы она пришла только к нему. Если объект большой, это нужно разделить гибко, куски объекта отдать разным операторам. И верификацию этого события. И все. По сути, все. Дальше побежали, и есть инструкции, когда надо ловить. Я вот еще что-то тебя дополнил. Мы ушли от формулировки матрицы инцидентов. Очень удачно ушли, кстати. Но я все-таки отвечу на этот вопрос. Причем дополнительным вопросом. Когда рисуется матрица инцидента, она рисуется не так, как с потолка, так о чем мы будем решать. Она рисуется на основании регламентов, которые должны быть использованы в результате какого-то такого инцидента. Как показала довольно большая практика работы с различными заказчиками, таких регламентов, описывающих все совсем, нет. Люди чаще всего действуют интуитивно. Первое и основное правило, например, в рамках обеспечения безопасности, это увидел нарушителя, предотврати его проникновение в предприятие. Не важно, каким способом ты это будешь делать. Чему раньше, тем лучше. Если у тебя под рукой собаки, спускай собак. Если у тебя ГБР на вазике, они туда поехали. Как показывает практика, передавать на мобильное устройство вот эти вот истории, где находится нарушитель. Кто-нибудь пробовал ночью бежать с телефоном? За нарушителем. За нарушителем и ориентироваться по карте. Это как минимум неудобно. Кроме того, у нас у заказчиков не везде территория приспособлена к оперативному перемещению бегом. То есть там можно где-то споскнуться и уже производственная травма будет. Поэтому тут не стоит фантазировать про перламутровые фантазии. Нужно приземлить задачу и постановку задачи на землю, оттолкнуться, а зачем, а что мы делаем, а что мы делаем в результате вот такого вот инцидента. Какие действия должен выполнить оператор. Что вообще в принципе является инцидентом. Определиться по назначению этого слова в рамках какого-то кейса. И после этого уже от чего-то, от диалога в первую очередь нужно отталкиваться. Затем понять, какие технологии должны применяться. И затем эти технологии должны сначала запанелиться на объект, для того, чтобы все контролировать и получать оттуда какие-то дополнительные данные. И обеспечить взаимодействие системы. Вот уже на этапе взаимодействия систем берется матрица этих инцидентов, что-то заводится. Вот, поэтому... Да, да, Сергей, спасибо. Один еще вопрос в связи с тем, что вы сказали. И вот, обращаю внимание, Лев Кабанов, не знаю, с какой целью просит включить слайд с Лахты. Я не знаю. Просто вот, да. Вы упомянули очень интересную ситуацию. Действительно, подробных регламентов каких-то, их не хватает. Или там эта матрица инцидентов, она, в общем-то, не полна. И начав применять систему такого класса, как вот ваша совместная система, заказчик начинает лучше понимать, как функционирует его объект, где у него зона риска, где у него больше концентрации каких-то событий, требующих внимания. И он переходит в состояние ретроспективной оценки, обстановки, да, для цели принятия управленческих решений. Ну, например, там, много оставленных предметов ограничить доступ, чтобы их там не оставляли. Ну, например. Или что-то еще, да. И здесь очень важно, что такая система предлагает ему для, собственно, изучения его объекта, да, и использования результатов этого обучения, то есть для принятия управления, для обеспечения. И для обеспечения принятия управленческих решений. Тут разные бывают ответы. У кого-то есть там дэшборды, какие-то панели, кто-то все больше и больше применяет предикативную аналитику, да, то есть ставит задачу прогнозирования, исходя из этого. Вот интересен ваш подход. Смотрите, мы, вот я отвечу таким образом, мы предпочитаем работать с задачами, которые на земле. Я еще вот, наверное, раза два у меня была ситуация, когда люди анализируют, а что у них часто происходит на объекте, и что нужно менять. Это тот пример, как раз, который вы указали, да, что ретроспективный анализ, а что в будущем и так далее. Соответственно, как и полагает система, которая детектирует события, у нас есть соответствующие отчеты по типам, по направлениям и так далее. Поскольку система, она как бы является инфраструктурной, как мы показывали там на плюс-минус вот этом вот слайде, тут можно собирать статистику довольно большую. Вопрос, как бы, что с этой статистикой в дальнейшем будет делать? Система сама, система сама не в состоянии подсказать наше на текущий момент времени. Я не знаю вообще такую систему, которая сейчас на рынке есть, не встречал, может там в силу своей ограниченности, времени там и так далее, но не суть. Я не встречал систему, которая говорит, а вот здесь вот вам бы еще камерку поставить, а вот здесь вот вам бы нужно еще скуд прилепить, а вот здесь вот вам, это в любом случае на основании каких-то результатов работы системы по количеству событий тех или иных, в любом случае должен работать какой-то аудит, да. А вот как часто у нас производят аудиты, у нас в основном там, давай-давай быстрее, вчерашним днем надо все закрыть, потому что мы не успеваем, мы всегда живем в режиме вчера. Я ни разу не получил запрос на коммерческое предложение, на расчет, на подготовку технического решения, где говорят, у тебя есть две недели. Обычно эта история срочно горит, срочно вчера, и вот всем это нужно как бы одновременно, а под конец года, потому что бюджеты входят, чтобы секвестирования не было, или там кто-нибудь предписание выписал, что нужно решить оперативную задачу. Мы вот включаемся непосредственно в решение задач, которые вот на текущий момент земные, да, а вот про технологии, которые, что позволит там в перспективе 5-7 лет там обеспечить вот эту вот модернизацию системы, мы такое на текущий момент времени не предоставляем, но у нас есть инструменты, которые позволят проанализировать данную ситуацию. Ну, во-первых, мы сами не понимаем, что будет в трендах там с нашими системами, мы их развиваем в соответствии с трендами, безусловно, но если такая система у вас таки появится, и кто-то вам ее предложит, опять же, мы открыты наверх для интеграции, вот эту верхнюю часть слайда, вы видите. Мы для анализа готовы, да, дальше выгрузить. Сим это, да, это сим-системы, какие-то там, не знаю, какие-то там глобальные системы мониторинга за миром. Пожалуйста. Скайнет. Скайнет, да. Мы интерфейсы все, причем это стандартизованные интерфейсы, это удобно, они постоянно сохраняются, постоянно поддерживаются нашими системами, мы отдаем. Есть примеры, у нас есть примеры интеграции с такими системами, там, на одном из объектов в Москве, не буду его называть, мало ли, вот, есть много, там, 20, там, с лишним, в общем, объектов, на самом деле, по Москве, и заказчик наверху для большого руководства захотел там 3D-моделирование, красиво показать этот объект, показать все события на нем, ну, ну, вот так захотел заказчик. Пожалуйста, мы отдали наверх всю информацию, они сами отрисовали в своих системах, что могли, показали, она не является системой безопасности, они ее используют в режиме презентации, когда рассказывают про свои объекты на больших совещаниях, конференциях и так далее, и так далее. То есть, это удобно. Камеры те же самые, вот, заметьте, когда идет любая стройка большого, там, не знаю, там, дековского объекта, часто камеры, которые там следят в режиме таймлапса, передают изображение, они тоже используются в платформах, там, для участия в конференциях. Пожалуйста, это, может быть, и камеры, которые безопасностью занимаются. Ну, то есть, мы отдаем туда все. Все. Сами мы пока не претендуем, потому что нет заказчика на такую систему, либо заказчик не может четко сформулировать задачу. Либо цена разработки такой системы не... Да, Павел, абсолютно понятный ответ. Действительно, это, ну, эта задача встречается все чаще, но на верхнем уровне, вот, предъективная аналитика, большие данные и прочее. Но у вас есть хорошая открытая стратегия по взаимодействию, в общем, в этом и ответ. Сейчас, кстати, очень мало компаний, которые имеют внятную вот эту API-стратегию, да, позволяющую заказчику понимать, что он не всех, кто вступает, а будет способен интегрироваться с существующими и с новыми средствами работы. Да, вот это очень важно, да. Не вступление всех, кто очень важно. Угу, да. А мы можем двинуться дальше, да? И вот на очереди очередное включение. Ребята скучали в Питере, и мы покажем, попробуем симулировать некую распределенность системы, насколько это возможно. Вы уж не обессудьте, прямые включения, они такие локальные вещи показывают. Но, опять же, вот полигон прям милости просит. Илья, передаю слово тебе. Илья нас слышит? Тоже. Илья? Да, ребята? Мы на связи. Мы тебе отогрелся. Да. Вы снова переместились. Ты уже нагрелся? Розовень. Да, достаточно, да, я отогрелся. Так, мы переместились в сервер, отсюда продемонстрировал вам работу трех модулей. Bastiон 2.репликация, Bastiон 2.PCN, Bastiон 2.iKS. Для построения комплексной системы безопасности и объединения территориально распределенных объектов в составе АПК Бастион 2 имеется несколько модулей. Так как система модульная, можно использовать как один модуль, так и их вкупе несколько. Сначала продемонстрируем работу модуля Bastiон 2. Репликация. В этом мне поможет мой коллега из Самары Владимир Орлов. Сейчас я запущу демонстрацию экрана и продолжим. Так, секунду. Всем все видно, я надеюсь. Сейчас мы видим ваш экран, на котором мы видим вас, себя. Это понятно. Вот, да. Теперь видим что-то еще. Так, и так, я сейчас тут покажу окно Bastiона. Так. Так вот, первый модуль репликация. Предоставляет возможность синхронизации баз данных пропусков между филиалами организации. То есть, выдав пропуск в одном городе или филиале организации, он автоматически попадает в другие филиалы. Так, для этого, для работы модуля запустим репликацию, которая находится в папке на диске C, в папке программ файл 686 есть пром, бастион 2, и тут называется репликейшн. Для начала я продемонстрирую, что у меня в бюро пропусков сейчас нет организации, которую сейчас заведет Владимир. Организация будет называться «Ромашка» и в подразделении «Инженер» коллега мой выдаст пропуск на Сидорова Ивана Ивановича. Немножко нужно будет подождать. В модуле «Репликация» получить входящие изменения. Так, займет некоторое время. Входящие изменения. Владимир. Когда репликация настроена, вот эти вот изменения, которые приходят из филиала в центр, в данном случае центр на полигоне, филиал у нас в городе Самара. По расписанию применяется сразу. Но чтобы не ждать, мы сейчас применим их вручную, применить входящие изменения. Немножко топологию объясню, ну, прям вот, ну, кратко, да. Это две абсолютно независимых друг от друга системы. Они вообще работают сами по себе. У них свои, там, не знаю, сервера, свои, там, рабочие станции. Вот они работают вообще абсолютно не условно, не зная друг друга. Внедрив вот этот модуль «Репликация», он позволяет объединять множество объектов между собой. Там свои базы данных, у каждого своя база данных. Такой модуль внедрялся на 17 бизнес-центрах в Санкт-Петербурге. И регламент выдачи пропуска, он согласовывался с единой службой, там, с единой службой заказчика, да. И всегда только они это согласовывали. Соответственно, ну, выдавать пропуск, там, делать заявку могли люди и на местах, на любом из этих объектов. Ну, вот сейчас вот у Ри появилась... Так, итак, собственно, да, появилась у меня организация «Ромашка», подразделение «Инженеры» и в выданных пропусках появился Сидоров Петр Петрович. Так. То есть, выдача карты, она уже выдана, и там, Петр Петрович может уже со своей карточкой спокойно себе пройти на объект в Санкт-Петербурге. А выдали ему его в Самаре. Это не редкость, на самом деле, когда заказчик предлагает вот такие решения. Один из банков, у них есть внутренние регламенты, да, один из банков, у него много филиалов там по стране, 250 отделений. Но пропуска они выдают везде, только в Москве, и потом спецпочтой отправляют это все в отделения какие-то региональные непонятные. Но отделения работают автономно, и это важно, потому что связь нестабильная. Если связь пропадает, все локально работает на местах. Так, собственно... Так, далее мы продемонстрируем работу модуля «Бастион-2.М». На самом деле любви. Так, прошу прощения, мы сейчас одновременно говорим. Я продолжаю? Да-да-да, Илья, продолжай. Так, теперь посмотрим на второй модуль «Бастион-2.М». Пульт централизованного наблюдения. Он осуществляет сбор информации в едином центре с нескольких объектов, оснащенных локальными системами безопасности на базе АПК «Бастион-2». То есть на центральном объекте можно следить за событиями других объектов и строить отчеты, управлять локальными системами. В нашем примере мой «Бастион-2», который находится на полигоне, будет выполнять роль центра. Самарская система будет исполнять роль филиала. Так, значит, сейчас в Самаре считыватель приложит карту доступа. Вот. В логе событий появилось событие «Филиал Самара», «Дверь-1», «Неизвестная карта при выходе». Вот, собственно, примерно так работает ПЦН. Все события, которые настроены для наблюдения, будут мне сюда на ПЦН прилетать. Так. И на карте это тоже может быть показано. Да. Так, сейчас мы все почистим. И третий модуль «Бастион-2.ИКС» или «Интеграция кадровых систем». Он предназначен для организации информационного взаимодействия с системами управления предприятием. Ну, то, про что Сергей с Павлом рассказывали сейчас. Автоматизированные системы заказа пропусков, кадровые системы, бухгалтерские системы и так далее. Так, сейчас мы покажем, как можно управлять пропусками из Самары. Вот мой коллега сейчас выполнит штатный вход. Сейчас он выйдет. И совершил штатный вход в серверную. Далее. Владимир, ты будешь демонстрировать свой экран, как ты это делаешь? Да, тут сторонние ПО, которые по веб-апи, сейчас отправила команду на блокировку пропусков. Сейчас Виктор Форрот может пройти, попробовать, и его уже не пустят. Так, значит, в Самаре команду отправил. Виктор, еще разок, пробуешь. Вот, пожалуйста. Удаленно Владимир заблокировал пропуск Форрота Виктора. Вот так работает. Сейчас я пропуск обратно разблокировал. И обратно разблокирую. Еще разок. Так, вот, пожалуйста. Обратно разблокировал пропуск. Все это сделал удаленно из Самары. Мы, напоминаю, находимся в городе Санкт-Петербург. Ну, собственно, как видео с помощью различных модулей АПК Бастион можно выполнять целую массу разных задач. Вы можете какие-то интересующие вас задачи написать в чат. Ну, попробуем их решить. Спасибо. Передаю слово в Москву. Обратно, ребята. Да, спасибо, Илья, большое. Так, нас видно, да? Спасибо тебе большое. Развлеклись. Сейчас вы, все коллеги, увидели настоящую жизнь тренеров. Вот, как они работают каждый день. Вот. Но, смотрите, достаточно быстро все это делается. Все сценарии, которые реализуемы, это действительно делается быстро. Но, безусловно, изначально мы, как постановщики задачи у себя на полигоне, мы изначально себе ТЗ рисовали, как мы это будем все реализовывать. И теперь, когда к нам приезжают туда заказчики на полигон, для того, чтобы мы что-то продемонстрировали, у нас действительно интерактив. У нас есть какие-то вещи, которые там настроены, преднастроены. Но мы обычно любители делать так, что мы заказчику говорим, а придумай нам сценарий, какой бы ты хотел. Вот. Ну, видя те системы, которые там установлены. Заказчик придумывает какой-либо сценарий и говорит, вот так хочу. И тут же на его глазах это происходит быстро. Для этого не надо не знать язык, это в плане вас, заказчиков, да, как пользоваться этой системой в дальнейшем. Для этого не надо знать специальные языки программирования, языки скриптов. Это все делается на уровне понятной логики. Есть источники событий, есть события от этих источников, есть объекты управления, есть действия, которые нужно сделать с этими объектами управления. И, по сути, вот эти там 4-5 шагов на каждое взаимодействие вы можете гибко-гибко настраивать у наших систем. Поэтому, милости просим еще раз на наш полигон. Договариваемся вас много, мы одни, поэтому договариваться нужно заранее. Но, в любом случае, мы готовы в любой момент принять вас и показать, и решить вашу задачу. Я сейчас включу слайд, который крайне необходим. Есть наши контакты, ну, собственно, есть контакты и в чате. Там, ребята, я смотрю, уже много писали, где там есть инфо, почта, есть телефоны. Пожалуйста, можете обращаться, можете ставить задачи непосредственно, маленькие они или большие. Это не важно, не стесняйтесь. Мы готовы решить любые. Это наша работа. Мы молодцы, вроде бы как уложились в регламент, как я и планировал, потому что наверняка будут какие-то вопросы, нужно еще будет оставить время. Ну и Андрей, я всем говорю спасибо, и Андрею передаю слово, как ведущему. Спасибо большое. Ну, мне кажется, что получилось очень интересно и ясно, что перед вами была необходимость принять решение, как будет происходить этот рассказ. Потому что, ну, набор задач, о которых вы говорите сегодня, ну, они, ну, такой хатовый набор задач, о нем многие говорят. Мне кажется, очевидно, что вы приняли правильное решение построить, во-первых, в таком диалоговом режиме с демонстрацией. Это сейчас редко, и, ну, видно, что вовлеченность у нас очень хорошая. Так, было несколько, мне кажется, давайте, уважаемые участники, кстати, очень хорошее удержание, да, у нас аудитория практически не уменьшается, да, держатся на уровне 200 человек на протяжении трех часов. Говорит о том, что вы, Сергей и Павел, приняли правильное решение. Подключили всех сотрудников посылок. Я, ребят, призываю там отвечать. Я могу в онлайне вот ответить на вопросы, тут они достаточно интересные вопросы. Да, да, давайте, уважаемые участники, ну, вы послушали, посмотрели. Вот важно уйти с события с тем, чтобы не осталось такого впечатления, что самое важное не сказали. Задайте какой-нибудь хороший вопрос, без которого вы считаете, что вот для вас, именно для вас, пользы будет не вполне достаточной, если на него вы не получите ответ. Может быть, дайте какую-то сложную задачу, так, которую вот коллеги могли бы продемонстрировать или на полигоне, или прокомментировать час, а затем, может быть, сделать еще одну демонстрацию, да, какой-то такой сложной, навороченной задачи, потому что общая логика понятна. Чем уже мы формулируем задачу, тем точнее она получается, тем более эффективна и полезна демонстрация. Поэтому ваши задачи тоже, добро пожаловать, прямо в чат можно. Ну, а у нас есть несколько вопросов, которые можно прокомментировать, да. Здесь, естественно, есть вопросы по интеграции, были вопросы по интеграции с Тросир, и вот сейчас вот здесь интеграция с DLP, так. Есть по поводу платформ, Астролинукс, да, ну, то есть те или иные защищенные или доверенные, да, сборки Линукса, вот, так. Так, вопрос по построению отчетности, так, ну, например, по опоздавшим, вот, Руслан спрашивает. Пожалуйста, давайте поговорим тогда по вопросам, а вы, уважаемые участники, пишите новое, у нас время еще некоторое имеется. Пожалуйста. Ну, на ряд вопросов там уже ответ да, да, и по поводу опоздавшим, например. Может, не все читают чат, поэтому давай голосом. Да, у Астролинукс можешь... Коллеги, ссылаясь на 458-е постановление правительства, которое относится непосредственно ТЭКУ, все знают, что там, в зависимости от категории объекта, требуется применять платформу с открытым кодом. Это 190-й пункт. Мы данные требования полностью перекрываем, например, там, интеграция какой-то части происходит в бастионе, какой-то части происходит в секьюросе, и секьюрос стоит как система сбора и обработки информации, в данном случае она выходит на ступенечку выше и подтягивает все свои интерфейсы, выводя ту или иную информацию в зависимости от постановки сдачи, что, собственно, нужно. А нужно — это обеспечение комплексной безопасности на объектах, то есть вопросы периметра, защиты периметра, вопросы охранных сигнализаций, отображения датчиков, выведения тревожных камер, которые там относятся, и протоколирование всех событий, поступающих в систему. Это вот на текущий момент времени, за что бьется Росгвардия, и что она в результате хочет получить. Опыт внедрения таких систем у нас есть, причем с построением единого мониторингового центра. Это объекты гос.корпорации. Пункт хитра. Будет так, Сережа. Соответственно, кейсы есть, разглашать их сильно богонаказуемо. Но суть в том, что решение есть. На линуксе есть, да, и мы... И на астро линуксе, и просто на простых смертных линукс, причем на простых смертных даже получше будет работать, потому что там менее урезанные библиотеки различные, потому что на астро линукс есть свои тоже, особенно та, которая сертифицируется прямо в Смоленской версии, она с усеченным функционалом. Поэтому какие-то типы аналитик там запортировать довольно сложно. Вот. Так, есть еще вопросы. Интеграция, я думаю, что... Вот интеграция какого-то оборудования. В принципе, достаточно такой популярный вопрос. Да. Связанный со входными групп. Какого-то оборудования. Какого-то оборудования. Да. Смотрите, здесь как бы... Пример приводили. Да, мы пример приводили, но можно его еще раз рассмотреть. То есть есть у нас некая входная группа. Если она у нас со скудом, то понятно, тогда она у нас со скудом. Надо еще и скудом управлять по событиям от этой штуки. Если она у нас просто свободная зона прохода, ну, условно, с досмотром, то как бы... Нужно, конечно, интегрировать это в обе системы, если со скудом. Давайте максимальный пример разберем, когда есть скуд и есть досмотровка и видеонаблюдение. Тут все достаточно просто. У досмотрового оператора у него свой, собственно, интерфейс. Этот интерфейс забирается, ну, если простыми словами сказать, как обычная камера, да, как бы забирается в систему видеонаблюдения, с которой мы взаимодействуем. Мы от интроскопов получаем тревожные события, либо в виде протокола, либо в виде, там, ну, если по-простому, если не заморачиваться, если что-то экзотическое стоит, можно и по сухому контакту получать в контроллер, который непосредственно этой точкой доступа занимается. Далее эти два события связываются внутри системы. По тревоге над досмотровым оборудованием мы выводим камеру, соответствующую с интерфейса видеосистемы. Видеосистема ведет запись, там, выводит еще информацию от смежных камер, которые вокруг стоят, и, собственно, ну, и складывает это в архив с соответствующими маркерами. Мы к этим маркерам потом, мы введем протокол, мы, у нас интерпретируется любое событие, приходящее, там, в ВПК Бастион, как, вот, как хотите, так и интерпретируется. Вот такое-то, вот, там, вход или такое-то, там, событие, вот оно будет у вас написано, как вы скажете. Параметр она будет забирать, там, с протокола, с базы данных. Вот, и, собственно, это все остается в протоколе, с которого кликом, там, можете быстро достать. Из нужной изображения с нужной камерой, в том числе и с досмотрового комплекса. Есть еще история, ну, это я вам просто пример расскажу, когда массово внедрили рамки металлодетекторов и ручные металлодетекторы везде, которыми надо было досматривать, там, людей вручную. При большом потоке охранники делали очень просто. Он постоянно пищал на все подряд, на ключики, там, и на все остальное. И охранник просто им водил, не нажимая кнопку. Ну, известная история, как бы, камера стояла, не водить было металлодетектором, там, нельзя. Вот, а водить было, ну, как... А нажимать кнопку каждый раз, это равносильно, что минут пять тратить на каждого человека, собирается в очередь, и разъяренная толпа может вынести этого охранника куда-нибудь в сторону. Вот, вот у ребят есть интеграция с металлодетекторами, ручными причем, у них есть базовая станция этих металлодетекторов, и они по каналу передают информацию, и эти субтитры, они накладываются прямо в режиме live на изображении с камерой. Работает металлодетектор, нажата ли кнопка, и что он обнаружил, там, металл или еще что-то там умеет обнаружить. И это накладывается в видеоархив. И здесь уже такая тоже перс ответственности, есть изображение, и если нету субтитров, и кто не нажимал кнопку металлодетектора, то все, ребята, как бы, есть ответственные, которые не нажимал. Можно его с пристрастием допросить. То есть здесь, как бы, на самом деле, очень простые вещи с интеграцией досмотровых комплексов. Там, ну, дело в том, что можно их интегрировать и по родным протоколам, которые они, в принципе, отдают, там, по известным протоколам. Но тут важно понимать, что всегда на этих досмотровых комплексах сидят операторы специализированные. Это не операторы, прям, вот, наши СООшные, к которым мы все привыкли. Это специализированный оператор, настроенный именно вот на эту штуку. Поэтому родной софт используется всегда. А в системе безопасности от этих досмотровых комплексов нужно только видеоизображение и тревога, тревожное событие. Да, оно у них одно. Там все просто. Тревога так тревога. То есть они такие условно-пороговые вещи. Так, сейчас я еще посмотрю, что еще есть. Каковы сроки, когда ждать полнофункциональный перенос на указанное ОС? Наверное, тебе, Сергей, вопрос. Игорь. Игорь, вопрос с необходимостью разработки библиотек для изученных российских ОС. Понятно, каковы сроки? Каковы сроки разработки библиотек? Я не знаю, это отвечает РУСБИТЕХ, которые этот Астралинукс регулярно подпиливает, делает, пересертифицирует и прочее, прочее. То есть тут вопрос, наверное, сначала туда, а вопрос к вам, какую задачу будем решать, может уже функционал какой-то есть. Просто я же говорю, там два мешка лего, из них можно, наверное, что-то собрать. Причем там, если сложную задачу, как у меня говорил один преподаватель в университете, колбасу нужно резать по кусочкам. То есть любая сложная задача, она становится несложной, если ее распилить на какие-то этапы и просмотреть на нее под другим углом. Поэтому, возможно, есть решения, которые уже вас могут устроить. Нужно обсудить, а что нужно. Я тоже здесь немножко вмешаюсь со справкой. Действительно, уважаемые участники, давайте разделяйте эти вопросы. То есть к поставщикам системы можно действительно поинтересоваться, какие реализации сейчас доступны, какая сборка под ваши задачи может быть уже рабочей. Так, что касается на РУСБИТЕХ, других компаний, которые делают эти самые доверенные системы, мы собираем их отдельно. У нас есть мероприятие, когда 5 поставщиков этих операционных систем подробно разговаривают, по часу каждый. И мы вас приглашаем, во-первых, отсылая вас к архиву записи, они там свою техническую политику рассказывают. Посмотрите по ретроспективе наших событий. У нас была не одна, а несколько встреч, посвященных информационной безопасности и российским операционным системам. Ну и добро пожаловать на будущее, которое уже в нашем плане есть. Давайте их действительно настроим и РУСБИТЕХ, и других на нашу тему, потому что они так обычно широко летают, у них универсальные средства, а у нас с вами есть конкретные задачи, которые поддерживают и систему антитеррористической защиты, и системы безопасности критически важных объектов, и системы транспортной безопасности. И нам не безразлично, какая у них техническая политика и что с этими библиотеками. Так, я думаю, отличный повод для того, чтобы вот этих ребят пригласить для более предметного такого разговора по зауженной тематике. Игорь, я отвечу на ваш вопрос, который вы дополнительно задали. Библиотеки видеоаналитики – это, наверное, не КРУСБИТЕХУ. Вы абсолютно правы, библиотеки видеоаналитики – это к нам. Вообще это не библиотеки видеоаналитики, это как бы модули видеоаналитики. Но есть различные библиотеки. Вот, например, если Windows разложить на полочке, у них есть встроенные библиотеки, которые позволяют, обращаясь к ним, они выполняют какую-то функцию и возвращают ее обратно. Это вот если до уровня программиста опуститься, или подняться, или войти в состояние программиста. Так вот, есть потребность в соответствующих библиотеках, которые можно… В стандартном Linux он есть, а в усеченном Linux он отсутствует. И вот есть потребность, чтобы такие библиотеки были, чтобы с ними можно было общаться на программном уровне, для того, чтобы аналитика взлетела. Потому что без них, без поддержки каких-то вещей, очень сложно что-нибудь сделать. Ну, а комментирую еще этот вопрос чуть-чуть дальше. Если все-таки это задача для, ну, решение для Росгвардии, там, да, или, ну, или просто там, ну, если вы просто любитель Linux, это, конечно, хорошо. Вот, а если это задача для Росгвардии, хочу заметить, что в нашей части Росгвардия регламентирует именно систему SOI и операторов на Linux, что, собственно, нами выполняется. То есть сервер SOI и операторы… А, все, понял, нет, это для любителей Linux. Вот. Но там действительно есть масса ограничений, механизмы, которые не позволяют самого Linux, не позволяют с ним плотно работать. Оно же ресурсы оттуда… Хорошая тема на будущее, кстати, спасибо Игорю и вам, Сергей Павел, вот за это короткое обсуждение, потому что, ну, такие вопросы будут, я думаю, все чаще возникать, да, у нас вот на прошлой неделе были приняты дополнения, там, по приказу стека регламентирующего КИИ, да, там, по второй категории дополнительные требования приняты и так далее. То есть видно, что это, ну, политика, последовательная политика, так, в котором государство старается формировать, ну, такую доверенную среду, да, имея в виду угрозы, которые обычно не входят в модель угроз любого частного, даже крупного предприятия, да, то есть какие-то угрозы стороны, там, зарубежных спецслужб и так далее, и так далее. Поэтому, да, это хорошая тема, потому что если политика будет нарастать, нам надо разговаривать с теми, кто какие-то базовые средства предлагает, да, включая операционную систему. Вот, хорошо, спасибо. Ну, давайте от этого вопроса отойдем. Игорь Крадышный, соответственно, вы можете в виртуальной переговорке уточнить какие-то вопросы, да, или по телефону связаться, как сейчас предлагает Павел. Так, и что еще? Есть еще какие-то у нас? Мне кажется, мы уже интенсивно так хорошо работаем, можем потихонечку, наверное, сворачиваться. Как вы считаете? Будем? Да, работаем очень хорошо. Давайте тогда вот некоторые завершающие моменты. Первое, к вашей команде, Сергей и Павел, у меня просьба, пусть еще раз опубликуют там ссылки или почтовые адреса прямо в чат. Потому что практика показывает, что людям удобнее сделать копипейст, чем переписывать презентацию, ну, или дожидаться ее рассылки. Мне кажется, это будет правильно. Так, а кому обращаться, если полигон со своей задачей? Уважаемые учащики, мне кажется, что обе компании-партнеры показали стиль своей работы сегодня, что они работают открыто. И что они будут только рады, если вы дадите свою задачу, свои хотели, может быть, даже как-то там, не знаю, несколько идеализируете их. И мне кажется, надо этим пользоваться. То есть не всякий поставщик, не всякая инженерная команда поддерживает такой диалог в качестве, как мы наблюдали сегодня. И я, уважаемые участники, вас призываю, давайте свои задачи, свои кейсы на проработку, да, вот нашим сегодняшним партнерам, и Алисс, и Твинпро. Мне кажется, здесь две сильные команды, хорошо друг друга понимающие. Ну, все, что им нужно, чтобы вам сделать как-то лучше, проще, да, это ваши задачи, да, и те показатели, которых вы хотели бы достичь. Я получил сегодня удовольствие, это было очень живое мероприятие, очень правильные решения были приняты, мне кажется, по тому, чтобы его сделать именно таким. Так, я буду приводить пример, кстати, да, вас, Павел и Сергей, и ваших коллег, мне кажется, отменно. У нас были живые демонстрации, ну, вот так, чтобы три часа живых демонстрации такого разговора, это редкость. Ну, и еще раз спасибо большое, уважаемые участники, за такую прекрасную вовлеченность. У нас в редкие минуты численность снижалась меньше 200 человек, и сейчас мы видим 180 человек активны. И, мне кажется, прекрасный результат, это значит, что наши ожидания, это более 200 человек участников конференции за эти три часа. Вот, так что от лица нашей команды я хочу сказать, что мы хотели бы, чтобы было больше таких подходов правильных. Вот, несколько тем новых обозначены, так, и, ну, можно в таком же стиле и продолжать, да. Павел, Сергей, что хотели бы сказать вы? Добро пожаловать еще раз. Ну, к какому-то завершающему, завершающим словам. Прошу. Ну, нам тоже очень понравилось, много вопросов, и я думаю, что они все с продолжением. Мы очень рады активному вовлечению участников, все молодцы. Вопросы правильные, очень грамотные, интересные. Постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы решить ваши задачи. Команды у нас большие. Еще раз приглашаем вас в гости, на полигон, в гости, в офисы, куда хотите, мы с удовольствием вас примем. Огромное спасибо за то, что присоединились к нашему мероприятию. Ну, я думаю, что оно, это только там, оно не последнее точно, поэтому ждите новых выпусков, как говорится. Ставьте лайки, переходите на наши каналы. Коллеги, также присоединяюсь, благодарю за то, что послушали и там задавали вопросы, это очень важно было, режим диалогов всегда очень важен. Мы на самом деле не коробочные компании, которые толкают коробочные решения. Я хотел просто на этом сконцентрировать внимание, вначале как бы этот момент мы упустили. У нас проектные команды, которые имеют соответствующие инженерные ресурсы, департамент пресейла, департамент разработок. Мы оказываем содействие во внедрении обозначенных технологий. В компании СС присутствует департамент внедрения, который подключает. То есть все, что мы проговорили вначале на уровне ожидания, мы также подтверждаем в конце на уровне реальности. Это очень важно, потому что очень часто возникает ситуация, когда хочется донести партнеру до заказчика какую-то идеологию, но компетенций не хватает. Мы как раз с собой закрываем недостающий кусочек тех самых компетенций. Наши инженеры подключаются удаленно, либо решают задачи по приезду непосредственно на объекты, выполняют пусконаладочные работы именно наших систем по видеонаблюдению. Камеры мы не развешиваем, но можем осуществлять авторский надзор при проектировании системы, чтобы в процессе пути собачка росла и не разделилась на много различных частей, не рассыпалась. Чтобы до финиша все дошли к целостности и сохранности. Поэтому от начала диалога до внедрения специально выделенный менеджер, специально выделенный специалист из департамента пресейла поможет взаимодействовать как на уровне постановки задач, так и на уровне определения более оптимального технического решения, исходя из существующих кубиков или указания на недостающие кубики. И вот такой подход мы преследуем. И, соответственно, если возникают дополнительные доработки, разработки, компания SS, компания TwinPro также поступает. Мы не берем денег за дополнительные разработки. Мы нацелены на внедрение какой-то оконеченной системы. То есть мы, поставляя программу на аппаратные комплексы, хотим, чтобы все получили такое же эстетическое удовольствие от нее, как когда мы ее создаем. У меня все. Да. Ну, собственно, подходы у нас, да, у компаний одинаковые. Я бы еще хотел пару слов. Конечно, огромное спасибо за организацию компании Grotec. Андрей, вам особенное спасибо. Всегда приятно и присутствовать на ваших мероприятиях, и, собственно, участвовать в них тем более приятно. Поэтому большое спасибо. Ну, коллеги, в завершение теперь стихи и две песни. Это шутка. Ну что ж, да, на этой позитивной ноте давайте мы с вами и завершим. Много действительно было идей, могут быть масса интересных, полезных продолжений. Главное, что все заказчики, которые слушали нас сегодня, и все партнеры, всегда сверяют часы, последовательность действий, какие-то, не знаю, в списке, да, правильные решения. Очень удачно, чтобы выбрали демонстрации, потому что интерфейсы – это то, что сложнее всего объяснять. Мне кажется, вот в этом основная польза, наверное, ценность для всех, потому что огромное количество часов было сэкономлено для нашей аудитории, для участников, для того, чтобы понять, как это выглядит, как этим можно пользоваться, как с этим работает оператор или администратор. Вот. Еще раз огромное спасибо. Приятное имя дело с компетентными и заинтересованными людьми. Давайте будем завершать. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем всего доброго. Работаем. Субтитры создавал DimaTorzok